Значит, еще одно очередное заседание семинара. Я, как всегда, вначале напоминаю. Нас интересует мозг, но нам этого мало. Нас интересует мозг не как один из органов тела, а как тот орган, который поддерживает высшие функции нашего тела и тела животных, когнитивные функции. Это тот уровень, на котором существуем мы, как организмы. И нервная система в эволюции, в ходе эволюции, приобрела возможность создавать такие функции. Несмотря на то, что нейронаука достигла очень впечатляющих успехов в изучении молекулярных аспектов деятельности нервных клеток, клеточных механизмов работы и передачи сигналов между элементами нервной системы, способов визуализации структуры и динамики нервных функций, то, каким образом мозг осуществляет эти ключевые функции, связанные с разумом, тем, что называется mind, в современной науке о мозге остается пока объектом в лучшем случае догадок и предположений. Но совершенно очевидно, что мы движемся в эту сторону. И среди различных инструментов познания этого современной наукой прямой контакт с мозгом, то есть способность наблюдать за мозгом изнутри в тот момент, когда она осуществляет эти операции, и более того, подавать какие-то команды мозгу, тестируя принципы этих внутренних операций, является одной из важнейших задач и перспектив современной нейронауки. Когда в конце 90-х годов появились новые инструментарии для разработки нейроинтерфейсов с мозгом, то также возникла эта очень важная перспектива не только практического использования этих интерфейсов в клинике, в различных медийных технологиях, но и также использование этого инструментария для познания принципов работы головного мозга. И вот Александр Яковлевич Каплан, профессор биологического факультета Московского университета и руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета, он, с одной стороны, выдающийся нейрофизиолог, с другой стороны, и работает на кафедре физиологии, с другой стороны, он психофизиолог. Это означает вот эту грань между исследованием мозга как чисто нейрофизиологического объекта и исследование его высших функций. И он, ведущий специалист у нас в стране, я не побоюсь этого слова сказать, я не знаю кого-либо другого, в области разработки нейроинтерфейсов с головным мозгом. Занимаясь этой проблемой пионерски на протяжении многих лет и имея разработки в этой области, признанные во всем мире. Я очень просил Александра Яковлевича выступить на одном из первых семинаров в этой серии про мозг и разум, потому что я знаю, что эти пионерские работы сочетаются в его работе, размышлениях с глубоким анализом и попытками использовать это второе направление, то есть использовать нейроинтерфейсы не как технологию, но и как инструмент, который позволяет, вступая в контакт с работой нервной системы изнутри, понять, как она устроена, в том числе, как устроены высшие функции мозга, высшая нервная деятельность. И я очень благодарен Александру Яковлевичу за то, что он согласился выступить с этим докладом и с нетерпением жду этого доклада. Спасибо. Давайте начнем отсюда. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я прежде всего благодарен за приглашение, за столь лестные слова, значительная часть которых, конечно, это кредит, потому что нужно еще много чего сделать, не только мне, а коллегам. Благодарен за организацию семинара, потому что мне это тоже интересно, как слушателю, и здесь вот большая роль, большая роль Константина Владимировича в том, что он создает определенную травматургию этого семинара, то есть это не какие-то разбросанные лекции, а в общем вполне целенаправленно, и вектор очень хорошо прослеживается, и будем ожидать новых, так сказать, успехов здесь, на этом семинаре, я лично ожидаю очень больших успехов. Конечно, большое спасибо его помощникам, которые все это делают тоже, и, конечно, аудитории, которая тоже создает, ты дала сейчас мне некий кредит, интереса к моей науке. Моя наука – это наука о мозге, и уже тут говорилось, что в зависимости от метода анализа и от уровня рассмотрения, ее называют по-разному, нейрофизиология, нейропсихология, психофизиология, нейробиология, ну, в зависимости от вот, с чего мы там начинаем. И я бы хотел сказать, тут меня мои коллеги поправят, мозг уже давно не черный ящик. Я боюсь, конечно, здесь ошибиться, но, скажем так, процентов 50, ну, это такие, поскольку это семинар, это не лекция для студентов, процентов 50 знаний о структуре мозга, о том, как он устроен, из каких клеток, как они там соединяются, уже получено. В принципе, я бы назвал бы запросто и 80 процентов, потому что мозг порезан уже на микроны, уже все оцифровано, уже гигантские денежные средства, европейский проект, например, он уже, так сказать, рассматривает от молекулярной структуры, от экспрессии генов в нервных клетках, в общем, вдоль и поперек. Это уже не черный ящик, но это в структурном смысле, а вот в информационном содержании мозга. Об этом мы ничего не знаем. И мы не знаем не потому, что у нас мы еще, так сказать, не доросли до этого знания. Тут может быть какая-то принципиальная проблема, как проблема черной дыры. Информационные процессы, вообще информационно-аналитическая деятельность мозга, обеспечивающая психические свойства мозга, она закрыта от нас полностью. У нас нет доступа к этим кодам, шифрам внутри мозга. Мы просто не имеем сейчас никакого методологического подхода к этому контакту. И поэтому это проблема. Это проблема. Контакта с мозгом не с точки зрения контакта с нервной тканью. Это, пожалуйста, это уже в позапрошлом веке все было, начало делаться. А вот контакта с содержанием этого мозга. Проблема, основная такая задача у нас. А с чем контактировать? Видите, если бы это были структуры, ну, хорошо, со структурами, ладно, с клетками, с генами, там, в конце концов, уже со всеми есть контакт, со всеми есть контакт. А если мы куда-то и приставили, электрод или сенсор какой-то, а как дальше, что мы хотим, собственно, услышать, если бы мы поподслушивали, как подключившись к телефонному кабелю, например, мы знаем, мы хотим услышать какую-то речь хоть на каком-нибудь языке. Мы уже готовы к этому. А здесь что? Но если вот этот список все-таки посмотреть, что? Да. Что? Ну, давайте вот такой перечень возьмем. Это те функции, которые у нас внутри, все эти ощущения, переживания. Но я сюда не добавил, сюда, конечно, это расширяемый список, я не добавил сюда такие слова, как сознание, мышление, память, потому что это, я бы сказал, вообще непонятно тогда, совсем непонятно, куда подключаться. Но, тем не менее, это же все у нас есть внутри. Как это организовать контакт? Причем, видите, все эти свойства, они погружены в такое осознаваемое пространство. Но часть погружено глубже. То осознается, то не осознается, то не совсем хорошо осознается. А часть вообще это неосознаваемые процессы. Ну, то, что я бы сказал, неправильно называют подсознание, что-нибудь еще такое. Есть осознаваемый и неосознаваемый процесс. Не осознаваемый, все это может быть погружено глубже, то есть оно имеет корни. И куда тут подключаться? Что тут делать? Конечно, вот мы прикоснемся электродами или сенсорами, не обязательно там электроэнцефалография, магнитная энцефалография, томографических техник сейчас много, только одних, только одних построенных на магнитном излучении, магнитно-резонансные томографы, на магнитно-ядерном резонансе. Они очень точные, с очень хорошим разрешением, какие там по времени, какие по пространству. Магнитно-резонансные томографы, семитесловые, я не знаю, меня поправят, ну там миллиметр уже. В разработке я сам видел в Париже 11-ти Тесла. В общем, техника сейчас на грани фантастики. Мы можем структуру рассмотреть как микроскоп, но дальше, что мы будем делать с этим сигналами, скажем, с электрическим сигналом или с магнитным, как интерпретировать. А в каких терминах интерпретировать? Что, собственно, мы хотим там услышать? Еще раз я спрашиваю. Конечно, получается так, что мы должны услышать то, что мы знаем. Если мы будем слышать что-то, на что мы не настроены, ну, мы просто не разберемся, в чем дело. Поэтому хотя бы мы должны иметь такие же трактовки, как, в общем, то, что есть в мозгу. Эта классификация, конечно, тоже вся условная. И там в конце там знак вопроса еще можно дополнять. Да и как это все трактовать? Что это? Образ в образ. Например, вот так. Образ где-то внутри головы, и мы его теперь видим на телевизоре, допустим. Тот же самый образ, как подают некоторые журналисты по некоторым статьям. или же, так сказать, образ можно трактовать, допустим, в планы действий. Ведь мы же понимаем, что у нас все слито и что образы предшествуют иной раз действительно каким-то планам, а где-то они перемешиваются наоборот. Поэтому из образов, может быть, можно вытащить планы, можно ощущения, можно еще что-то. Вот как, куда, что, куда тут ткнуться нашими сенсорами, методами и так далее. Видите, довольно такая ситуация, где почти можно было бы сказать не от хода. Но вот если так немножко по полочкам разложить, то, конечно, у нас есть вход-выход. Ну, условно, в кавычках, загрузка, выгрузка мозга. Вход, я имею в виду, вся сенсорика, которая поступает через органы чувств. То, что мы потом это превращаем в действие в пространстве, то есть команды для мышц, это все выходы. Может быть, здесь где-то подключиться, потому что здесь полегче будет трактовать перед нами физическая картина мира. А вот первый этаж сигналов мозга. Давайте сопоставим, посмотрим, что чему соответствует. Например, пойти вот таким образом для расшифровки этих сигналов. Или же выходы, точно так же есть моторные области, коры. Давайте там поставим. Тоже понятно, что человек там или животное делает, и будем сопоставлять эти активности с одной стороны и действия с другой стороны. Но мозг довольно сложен. Может быть, и это не удастся сделать. Давайте там посмотрим еще все-таки сложность мозга. Это как? Еще одна проблема это структура и содержание. Вообще, как они соотносятся? Что? Больше функций, больше структура. Расположены они, может быть, как-нибудь, ну, допустим, слуховые области ближе к ушам. Там зрительные образы ближе к глазам. Не подойдет. Так не подходит. Видите, все тут уши-то подходят, а вот зрительные области не с затылки. Поэтому как тут вот с этим структурой и содержанием? Это вопрос. Но от этого зависит, как подключаться. средство для контакта, но техника. Чем? Что за сенсоры? Как подключаться? Ну и, наконец, есть некоторые такие прикладные аспекты, а в том числе в то же время и подходы для контакта. Это нейроинтерфейсные подходы и, допустим, протезирование мозга. Как это ни странно звучит, как это можно протезировать кусочек нервной ткани. Но подходы есть. Вот я попытаюсь сейчас пробежаться в этот чаш. А, кстати, какое у нас время? Сколько? Час. Вот в этот час пробежаться по этим. Вот давайте быстренько я хотел бы такую метафору ввести по поводу восприятия. Мы только что говорили о том, что, ну, какая проблема, поставим датчики на входы прямо где-то рядом с восприятием физической картины. Много лет назад там на излете моей дипломной работы я шел и от главного здания к биофаку и был дождь. Вот примерно как сейчас эта похода, глубокая погода, глубокая осень. Холодно, дождь, в общем. И меня обгоняет девушка. То, как-то неловко прикрываясь от дождя, я воспользовался ситуацией, пригласил ее под свой зонд. И вот мы идем до этого биофака и по ходу дела, по ходу этой дорожки вдруг раступились тучи, выглянуло солнце, стало тепло, и вся эта картина была разрушена, когда ее спросили пропуск на биофак. я тогда занимался, я уже регистрировал отдельные клетки, активность, электрическую активность отдельных клеток мозга в голове у крысы. Мне это не очень нравилось по ряду там причин, сама тематика. Я искал что-то такое более крупное для диссертационной работы. И вот этот случай в том числе натолкнул меня на такую мысль. Как же так? Вот только что пять минут все то, что я воспринимаю, все плохое, все мне не нравится. Прошло там какие-то там минуты и все теперь хорошо. Конечно, никакое солнце не выглянуло, ничего теплее не стало, температура... Та же самая физическая реальность, а образ другой. Как эта трансформация произошла? Понятно, что в этом деле участвует мозг. Понятно, что в этом деле могут быть еще какие-то задействованные механизмы, можно выдумывать всякое. Но ясно, что мозг навстречу входящему сенсорному потоку выдвигает нисходящий подход каких-то фильтров, которые могут модифицировать эту картину. И что же тогда происходит? Чему верить? Мы получаем искаженные данные. Где действительность? Я взял эту тему для диссертации, она кандидатская, она так и называется эфирентный контроль сенсорного притока. То есть контроль, центральный контроль этого сенсорного притока. Как там все работает? Ну, в конце концов, конечно, тут вот, допустим, зрительная система. Видите, пути все известны. И вот здесь вот удалось показать, что, допустим, фронтальная кора, если ее стимулировать электрическим током, то она влияет на восприятие, она влияет на центре прохождения зрительного сигнала. Если стимулировать там другую, теменную кору, то же самое. Если глубокие структуры, то же самое. То есть, оказывается, все сплетено. Приход этой информации контролируется сверху. Никакой свободы слова. Здесь нет. Все под цензурой. Кто это делает? Невозможно же регулировать так по отдельности. Вот здесь я подрегулирую цвет, здесь я подрегулирую образ, а здесь погоду, здесь температуру. Это какая-то цельная структура занимается регулированием. И не просто по прихоти какой-то, а ради приспособления организма для среды обитания. Это же ведь не только у человека работает. Ну, давайте перескочим. Здесь вот я показываю, что современные томографические техники, тракторографические, показывают, что все эти пути реальны. Там раньше это показывалось функционально, тестировались на стимуляцию, смотрели ответы, анатомические пути реальные. Так что все это в хозяйстве, в мозгу есть. Только за этим стоит некоторая целостная структура, которая командует этим процессом. Что это за структура? Мы сейчас, я вам напомню, говорим о том, к чему подключаться. Если там командная какая-то целостная структура, так, наверное, к ее системам надо ее понимать, как она устроена. Иначе что подключаться к каким-то непонятным входам-выходам? Вы смотрите на эту картинку. Вот в этом кружке, кто-нибудь знает, что там нарисовано, что там изображено, в этом красном кружке? Ну, я знаю, я уже спрашивал аудиторию, процентов 15 аудитории настаивает на одно мнение, остальные так путаются. Если эту картинку правильно расположить, то здесь 95% аудитории считает, что это корова на выпасе. Правильно, все правильно, все правильно, да. Достаточная реакция. Считает, что это лодка. Да, значит, в чем дело? Мы не ошиблись? Я увеличу. Где здесь лодка? Ну, где? Тут видно, что тут 3-4 мазка. Там прямо видно, как начинается вот здесь вот, вот здесь вот коснулась кисть холста, дальше несколько мазков, и вот здесь вот она вышла. Где лодка? Хоть один признак этой лодки нету. С какой стати? Может быть, кто-то скажет, что и здесь вот лодка? Ну, если спросить художника, он делал эту картину из окна своего отеля в Гаври, в порту Гавра. Если его спросить, ну, он-то, конечно, скажет, он говорит, что это лодки. Как вот здесь, какую гипотезу здесь выдвинуть? Я хотел бы коротко, чтобы мы быстро прошлись по материалу. Какую гипотезу можно тут выдвинуть? Откуда берется лодка там, где ее фактически нет? Нет ни одного признака. Может быть, так. Раз у нас есть уже вот эти нисходящие системы, которые контролируют наше восприятие, может быть, они выставляют шаблоны, и эти потоки, сенсорные потоки, которые приходят в мозг, они проходят через эти фильтры-шаблоны. Много лодок, много животных, много автомобилей, много инструментов, и когда они пробиваются через эти шаблоны, оказывается, что вот эта вот вещь пробьется через шаблоны лодок. Наверное, лодка. И так по всем объектам внешнего мира. Ну, допустим, такая гипотеза. Есть эти шаблоны, вот для чего эти нисходящие влияния, они просто для развлечения, чтобы детектировать, с чем имеет дело человек. Или животное. Это все одинаково и для мозга живот. Я хочу сказать, что я тут не стал давать другие слайды. Если поменять сейчас фон и сделать этот фон снежным, то те же самые 95% аудитории скажут, что это сани. Вот, видите, полозья. Они указывают на эти полозья. И действительно, вот представьте себе немножко, и получится сани. Я спрашиваю, а где лошадь? Могут выдумать всякое. Ее, значит, она пошла там погулять, попить, там поесть, и так далее, и так далее. Но это будет на снежном фоне, это будут сани. Значит, получается, недостаточно моделей, но самих объектов. Нужны контексты. Что же мы теперь уже будем контексты, манипулировать и контекстами, и моделями, и тем прочим, и всяким. Более того, если сейчас вот этот объект запорхает как бабочка, вы никогда не узнаете, что это лодка. Потому что так лодка не делает. Значит, нужны еще динамические свойства этих шаблонов. В общем, напрашивается идея такая, что дело не в отдельных шаблонах, отдельных объектов. А мозг по мере развития, по мере взросления от рождения до взрослого состояния выстраивает некоторую общую, обобщенную, ментальную модель физического мира. Она динамическая по своей сути. Закрыть глаза, и она будет работать, как будто мир внутри нас. Тогда становится понятным, кто всем верховодит. Эта модель, она же получается во многих местах недостроена, она во многих местах вероятностна. Она наиболее хорошо, ярко построена в тех местах, где у нас есть опыт взаимодействия с внешним миром. А там, где опыта нет, она совсем становится вероятностной. Я спрошу вас, как выглядит нейтрон? Ну, про электрон не спрашиваю, вы хорошо знаете, как он выглядит. А вот про нейтрон, как он выглядит? У всех разная картинка будет. И это потому, что у нас нет опыта. Поэтому значит, вот модель, она получается все время достраивается. Где-то побольше опыта, она достраивается. А где-то что-то не хватает, потому что по всему опыту ясно, что так должно быть. Ну, колеса, допустим, не хватает у автомобиля. Это колесо должно быть достроено в воображении. И если оно не достраивается, что-то не хватает, возникает когнитивная задолженность. Модель должна себя кормить. В этом тяга к знаниям. К знаниям я не имею в виду лекции, конечно, тяга к заполнению этой модели. Ну, оставим, допустим, такую гипотезу, хотя, если вы почитаете, много исследователей тем или иным образом предполагается, что такая модель существует. фактически, дальше уже в зависимости от обобщения, фактически можно сказать, что это и есть наш, другими словами, это и есть наш внутренний мир, в котором мы живем. Мы, получается, не можем знать точно, как выглядит эта внешняя среда, но мы только можем предполагать, что там, где мы часто бываем и все это хорошо исследуем, она очень похожа на то, что мы реконструировали внутри себя. Все это рассказываю сейчас не для философских размышлений, а для того, чтобы понять, к чему же здесь как подключаться. Сложность мозга. Долгое время ходили всякие мифы, сколько нервных клеток, у кого, даже предполагалось, что у человека 100 миллиардов нервных клеток, но вот эта вот исследовательница из Бразилии, она посчитала точно, она нашла метод, как это все сделать. И вот, как видите, у человека, независимо от рода занятий, 86 миллиардов, у обезьяны 8, ну максимум 8 миллиардов. Это максимум, что можно найти в природе до обезьяны, рост примерно плавный. Вот от крыс, видите, там 200 миллионов к обезьянам, можно найти все переходные формы, пока они дорастают до 8 миллиардов. А вот к человеку переход резкий, 80 миллиардов. Слишком сильно нарастает сложность, тут же и комбинаторика важна, тут же связи кругом, слишком сильно наросла сложность. Для чего? Что такое умеет человек, что не умеет обезьяна, и что потребовало целых 80 миллиардов нервных клеток? Что-то серьезное. И если мы хотим наладить контакт с мозгом человека, то значит надо с этим как-то считаться. Это домашнее задание, зачем нужны 80 миллиардов. Но в принципе можно было быстро сделать вывод, чтобы содержать эту модель. Много или мало 86 миллиардов нервных клеток просто уже безотносительно к этому сравнительному ряду. Ну, смотрите, я ждал все время, когда она посчитает для слона, сколько у слона нервных клеток. Просто потому, что вес мозга у слона раза в 4 больше, чем у человека, и поэтому что там с нервными клетками? Если мы будем говорить, что вот нервные клетки что-то прибавляют, 80 миллиардов прибавилось, значит мы теперь вот люди, а не обезьяны. Ну, вот у слона 4,5 килограмм веса и 260 миллиардов нервных клеток. Что-то тут, видите, с количеством нервных клеток, только что я пропагандировал, что мы оторвались от обезьян на 80 миллиардов, а слон оторвался от нас на 180 миллиардов. Домашнее задание, почему так? А сколько в процессоре? В процессоре, в самом современном процессоре, ну, те, которые сейчас, мне специалисты говорят, ну, до 3 миллиардов операциональных элементов, транзисторов. В графических процессорах, они там специализированы, и там может быть до 8 миллиардов. Ну, как у обезьяны. 8 миллиардов. У человека 86 миллиардов нервных клеток. Ну, вот здесь мы можем разойтись с коллегами. Нервная клетка в каком-то смысле не является операциональной единичкой мозга в том смысле, в котором таковой является транзистор для процессора. Операциональной единичкой мозга является контакт между нервными клетками. Там решается вопрос о передаче сигнала, так сказать, усиление этого сигнала, ослабление, но во всяком случае это аналог транзистора. Но контактов нервной системы на каждую клетку там 10-15 тысяч контактов. Значит, если все перемножить, получится миллион миллиардов контактов. Посмотрите, миллион миллиардов операциональных единичек, а здесь у процессора 1-3 миллиарда, единицы миллиардов. Там миллион миллиардов. Это вообще колоссальнейший отрыв. Когда там еще процессоры станут такими большими, каким является мозг человека в смысле количества операциональных элементов. В какой-то аудитории давно как-то я задал этот вопрос. Ну, коллега, который умеет хорошо считать, быстро посчитал. В 35-40-м годах будет миллион миллиардов операциональных единичек на на процессоре. Ну, он имел в виду закон Мура удвоения, и там, конечно, быстро все растет и быстро наберется. Но еще нужно спросить материаловедов, возможно ли такое, ну, как говорят, это невозможно, ну, и так далее. Важно, что сейчас, по крайней мере, на данный момент, понятно, какие сравнимые тут единицы. Я только хотел дать еще сравнение с геномом. Геном – это тоже такая субстанция, которая кодирует фактически строение нашего тела. но в кодировании осуществляется тремя миллиардами пар нуклеотидов. Это фактически тоже операциональные единички, только они не, так сказать, не приобретают разные состояния единичка-ноли, а разные позиции вот в этой цепочке. И таким образом кодируются белки. А вот интересно, геномомебы. Амебы, я напомню, это такой микроскопический организм, одноклеточный, ну, такой, меньше миллиметра. В нем 690 миллиардов пар нуклеотидов. Видите, тут вот прямые такие сравнения с этими, так сказать, кодирующими элементами, сколько букв в алфавите, условно говоря. Ну, на самом деле, геномы там и там имеют одни и те же буквы, но только композиций больно уж много. Для чего? Ну, можно делать всякие предположения, но это уже не наша тема. Мы сейчас поговорили об элементах, сейчас завершим тему сложности мозга, очень двумя мазками. Вот это отцы-основатели нейробиологии. Нобелевская премия 1906 года, они, собственно, по-разному подошли к тому, из чего устроена нервная система, из чего устроен мозг. Вот здесь вот рисунок Гольджи, видно не количество нейронов, потому что он тут изобразил их мало, на единицу площади, но связи, очень всякие, такие разнообразные, мудреные связи между нейронами, в них много заложено. Это сеть, это получается настоящая сеть. Где-то тут есть какие-то, где-то эти сети сходятся в узлы, где-то расходятся, что-то тут вот как-то наворочено довольно много. И если посмотреть вот современные, это в данном случае кресиный мозг, и такой планочкой, поперечный, показан срез, поперечный срез мозга, вот такая бабочка, это прошел срез через гиппокамп. Если сейчас посмотреть на такую микрофотографию, левая часть этой микрофотографии, это реальное фото среза мозга. Клетки окрашены специальным красителем, так, чтобы они хорошо были видны. А справа это оцифрованная, оцифрованная та же самая область, но оцифрованная не как картинка, а как каждая нервная клетка, типизированная с возможными связями, ну, связями, насколько это вот сейчас видно из этой картинки. То есть теперь это целый каталог нервных клеток. И если сделать следующий срез и следующий, и следующий, и следующий, то будут видны, как эти нервные клетки переходят от поперечного среза к завершению, появляются отростки, куда они идут и так далее. Этим делом занят целый европейский проект, в котором участвуют 80 стран, ну, начиная с Гольджи, но уже и вот такие проекты большие, чтобы каждую нервную клетку прорисовать и понять ее связи. И современные технологии дают, выдают вот такие красивые картинки. Я, кстати, кстати говоря, можно спросить у Константина Владимировича, это оптогенетические карты? Или что? Да, да, да. Как он сделал? фрэнгл, который позволяет раскрашивать каждую клетку перемен с флюоресцентными белками, которые они получают. Вот, да, 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 это означает, значит, их метят флюоресцентными белками, но видны связи, как там, какие тут мощные тяжи, кабели, как тут все переплетено и так далее, ну и куда будем подключаться, вот к этой клетке красненькой или к синенькой или какой, если по отдельности клеткам. Как тут войти в эту сложность? А нужно ли входить? Ну, смотрите, работа в журнале Lancet подтвержденная, все точно, все абсолютно ясно. Вот посмотрите, это это мозг в томограмме человека, которому там 44 года, он пришел, обратился, у него тянет на ногу что-то, и вот он обратился к врачу, сделали томограмму, вот, для сравнения, вот томограмма обычного мозга. Видите, это такой срез, как бы по крышку, крышку мозга снять и посмотреть, что там внутри. Вот такой срез, сверху, вид сверху, на срез. Видно, что здесь полость, она заполнена просто спидно-мозговой жидкостью, а вот нормальный мозг тут заполнен, полно всяких нервных структур и так далее, а вот срез вдоль, вот, пожалуйста, вдоль, тут тоже все, так сказать, заполнено мозговой тканью, а здесь пустота. И этот человек, у него двое детей, он какой-никакой клерк, какой-то там конторы, и, правда, у него не такой же высокий интеллект, 0,85. Ну, у всех свои недостатки, но не до такой же степени, чтобы вообще не было мозга. И, конечно, сразу же появились и появляются, эта статья была 97-го года, а вот до сих пор идут всякие такие разговоры о том, что зачем же мозг? Ну, вот же вам пример человека, с которым можно поговорить, который ходит на работу, все, мозга-то у него нет? Может быть, действительно этот психический мир, это, так сказать, дело не в мозге. Ну, конечно, конечно, люди, конечно, люди здесь недостаточно, не то, что внимательны, недостаточно аккуратно цитируют самих авторов. Видите, вся кора осталась неразрушенной, она просто отодвинулась. Это обычная болезнь, ну, не обычная, но все-таки болезнь гидроцефалия, известная, точнее, болезнь, и она шла у него с 4-х лет, она найдена была почти при рождении, и постепенно ему поставили там шунт, чтобы жидкость оттекала, и все это происходило очень постепенно, поэтому мозг по ходу дела приспосабливался, когда по ходу того, как раздвигаются его структуры, оттесняются в какие-то углы черепной коробки, и все это происходит так, что щадящим образом, поэтому мозг на месте, просто он отодвинулся в сторону, мозг нужен. Это не... И я специально, конечно, привел этот слайд, потому что все-таки такие мысли бродят о том, что, ну, мозг, мозг это, так сказать, некая субстанция, которая не может породить психический мир, слишком она такая материальная, слишком она простая. Следующий ход, который нужно было бы нам разобрать, это структура и содержание. Ну, я обычно это, наверное, философии трактует структура и функция. Я бы сказал так, структура и то, что в ней, чем она наполнена, в данном случае, вот каким-то психическим содержанием, каким-то информационным содержанием. Вообще соотношения какие-то есть. Как-то можно было бы это пощупать, чтобы наверняка уже подключаться. Вот центр памяти, вот центр удовольствия, вот центр мышления, там еще что-нибудь, центр разума, сознания, вот куда-нибудь так вот подключаться, целенаправленно. Откликается ли структура на содержание? Вот эта девушка, она задумала интересные исследования. Дело в том, что до нее уже в магнитно-резонансном томографе, который оценивает, может оценивать просто плотность ткани мозга, сколько больше или меньше той или другой ткани в определенных местах мозга. Так вот она задумалась, уже было показано, что если структуры связаны с двигательной активностью, с движением, моторные там области, то они увеличиваются по мере того, как человек увеличивает объем физических упражнений. И, допустим, центры восприятия тоже, они коррелируют. Но здесь ничего удивительного как бы нет. Ну, хорошо, больше деталей рассматриваешь, и дольше этим занимаешься, будут нарастать эти области. А вот если что-нибудь такое между входом и выходом, она выбрала память. Вот как можно было бы оценить, если у человека памяти стало больше? Она выбрала таксистов, потому что таксисты, понятно, что у них пространственная память лучше, чем у обычного человека. Она натренированная. То есть они натренировали свою память. И вот она решила посмотреть, что же у них, чем же различаются люди обычные, и таксисты. И действительно она обнаружила такую интересную вещь, что если человек вспоминает, даются какие-то картинки, и он вспоминает, где расположен этот объект, то тогда активируются вот эти вот лобные области, туда они поименованы, и вот эта область гиппокампа. Если же он не знает, где расположен этот объект, гиппокамп не активируется. И поскольку она взяла группу таксистов, получилось, что вот именно у таксистов гиппокамп активируется, они как бы располагают в голове картой, а у обычных людей нет. Значит, может быть, действительно карт, пространственная, по крайней мере, память локализуется в этом самом гиппокампе. Но она пошла дальше. Она посмотрела вообще, отличается ли сам гиппокамп у этих людей, у простых людей, и таксистов. И обнаружила, что у таксистов гиппокамп больше. Ну все, вот ее работа, вот уже ей, пожалуйста, Нобелевская премия в 2003 году. Ну, как вы видите, это и Гнобелевская премия. Но это вообще-то не такая, хоть она и шуточная, но как и написано в ее уставе, она заставляет задуматься. Она приехала, Элионор Магуайр приехала в Гарвард на получение этой премии, потому что она считала, что да, она заслужила. Но в результате, почему ей Гнобелевскую премию дали, потому что считалось, ну как-то было понятно, почему у таксистов больше гиппокамп. Да они просто родились таким гиппокампом, люди же разные. И понятно, что профессии требуют пространственной памяти, они как-то и прижились, остались в этой профессии. А те, у кого гиппокамп, ну там на самом деле не весь гиппокамп, а задняя его часть, только в определенном месте. Вот те, у кого гиппокамп какой-то такой обычный, ну они не смогли работать в таксистах. Может быть и были, но ушли. Другой работой занялись, что-то у них другое там где-нибудь больше. Вот только вот такая простая вещь, и нечего ее было доказывать. Ну вот далее ей это Нобелевскую мину. Но она очень оказалась настойчивой. Она начала изучать этих таксистов по мере того, как они учились для получения лицензии. Там пять лет надо учиться в Лондоне на это дело. И в результате оказалось, что те, которые не доучились, те, которые на первых курсах, у них маленький еще гиппокамп, а по мере того, как они продвигаются к этой лицензии, он становится большим. Все. Функция наполняет структуру, то есть содержание, память наполняет гиппокамп, он становится больше. Это такой признак хороший, то есть можно манипулировать разными психическими функциями и посмотреть, где что там увеличивается, уменьшается. Конечно, тут вопрос такой, а за счет чего он там больше становится? Говорят, что нервные клетки не возобновляются, не делятся там и так далее, и так далее. Это правда. Если делятся, то очень мало, и очень мало их прибывает. А это просто за счет увеличения количества связей, потому что область задействована очень сильно, и за счет увеличения связей функция нарастает. И за счет увеличения связей, за счет того, что нужно эту область более снабжать кровью и прочее, вот из-за этого увеличивается обил. Сейчас это очень такая известная профессор, заместитель директора этого очень-очень известного института, очень много работ, по десятку, очень первоклассных работ каждый год. И у нее такая идея, что памяти у человека нет. У нее такая идея, что у человека есть некоторые вот когнитивные функции, то есть такая познавательная функция, которая включает в себя как элементы этого познания, обязательно некоторые такие хранилища. Где-то нужно что-то отложить, как мы говорим, на ум пошло, где-то поглубже, где-то в оперативной области и так далее. Это просто часть когнитивной функции, а не отдельная функция. И именно так ее надо и рассматривать. Тогда многие тайны памяти начинают звучать по-другому. Это всего лишь часть целого. И просто терминологически, детектически для студентов нужно как-то это назвать. И поэтому тогда уже вопрос о том, где локализована память, становится не очень осмысленным. Но она распределена так, по мере того, где она нужна, в какой момент для этой когнитивной функции, а точнее для той самой модели. Ну вот еще один такой морфологический ход. Шахматисты и не шахматисты. Гроссмейстеры и обычные люди. Современные работы. В синем отмечено, сделали просто карты, и томографические изделия, разность между этими картами. Если бы было все по нулям, было бы все серое. Нет, есть синие области. Шахматисты действительно отличаются от обычных людей. Чем? Оказывается, вот эти синие области метят области коры, которые у шахматистов тоньше, меньше и тоньше. Ничего не увеличивается от тренировки у шахматистов. Наоборот, уменьшается, утончается кора. Не все так просто в взаимоотношениях структуры и содержания. Ну, они объясняют, конечно, это тем, что элиминируются лишние связи, связи становятся более точными, там, и так далее, и так далее. Но это трудно все доказуемо. Важно, что эффект противоположный. Оказывается, разные случаи бывают. Это я не удержался. В этом же журнале только что опубликована наша статья, и я просто хвалюсь вот этими своими студентами, которые вот они передо мной перечислены. Но это уже касается нейроинтерфейсов. Это не студенты, аспиранты все мои. Вот. Значит, да, ну, медитация. То же самое. Можно, так сказать, смотреть людей, которые очень давно медитируют, и у них определенные области коры, области, знаменитая область островка, например, там увеличивается немножко. А вот можно смотреть группу лиц, которые 8 недель тренировались в этой медитативной технике, и у них тоже происходит увеличение там в своих областях. То есть, конечно, структура откликается, и этим путем можно идти, чтобы хотя бы подсмотреть хоть примерно, где что локализуется. Но и очень важно, что когда мы все это рассматриваем, мозг оказывается, в общем, механизмы мозга оказываются глубоко масштабированными. То есть, они-то, собственно, начинаются не на каком-то уровне, там, структур, вот как только что мы рассматривали, крупных морфологических образований, но они начинаются от генов и молекул и растут там до психической организации человека. Много масштабов. Куда, на каком масштабе, как подключаться? Это же, от этого же зависит, как мы потом будем все это трактовать. Но и то же самое временной масштаб. Разные уровни организации мозга работают в разных временных масштабах. Где-то это доли микросекунд, миллисекунд, а где-то это часы, допустим, ритмы, суточные ритмы, это десятки часов, ну и так далее. Много всего. Мозг очень, очень разнообразен в своей структуре, масштабах, функциях и прочее. А мы все-таки затеяли рассматривать проблему подключения. Ну, если оставить только один такой аппарат для подключения, электрическую активность мозга. Электрическая активность, в принципе, она в каких-то, во многих случаях, предпочтительна, потому что она безинерционна. Клетки порождают электричество в момент, когда им нужно передать сигнал другой клетке. И поскольку электрическое поле распространяется очень быстро, то на голове мы этот отклик видим мгновенно. Если мы разбираемся с томографическими техниками, например, которые нам рисуют кровоток к мозгу, понятно, что кровоток так быстро не откликается. Он откликается через несколько секунд. И это уже другое. Мысль уже пробежала, а кровоток еще, может быть, только-только разошелся. А может вообще не разойтись, потому что не нужно было. А электричество очень удобно. И в разные уровни подключения можно положить электроды прямо на поверхность кожи, головы, это будет электроэнцефалография, а можно вколоть глубоко в мозг человека. Вот, допустим, здесь вот как раз разряды отдельных нервных клеток микроэлектродом. И это все сейчас, пожалуйста, в магазине можно купить такой блочок электродов, 100 штук, которые просто вживить, вколоть в голову крысы, беспроводная связь. Ну, здесь с проводами еще беспроводная связь. Они будут бегать вот здесь по этой территории. И одновременно там 100 нейронов можно смотреть у себя на ноутбуке. Это фантастика по сравнению с тем, что я сам регистрировал эти нейроны, и когда мне удавалось два одновременно нейрона, это было большое счастье, потому что можно было какую-то корреляцию смотреть между ними. А тут целых 100. Ну, что такое 100 нейронов, если в голове у крысы их 200 миллионов? Тоже что-то вот как-то вроде бы и есть подключение, но сильно ограничено. Трактовки должны быть адекватны вот этой сотне регистрируемых нейронов относительно 200 миллионов содержащихся в голове. Разные техники подключения. Ну, вот, например, подключаются сразу 2000 электродов вживляются в мозг обезьяны. Мозг обезьян достаточно крупный, поэтому спокойно выдерживает. Это очень тоненькие электроды, 50 микрон, и у них не изолирован только кончик. Поэтому вот этими кончиками они регистрируют электрическую активность. И можно много, там, тут написано, до 2000 нервных клеток можно вот так вот регистрировать. Вот они справа, справа, каждая такая линия, это во времени показано, как работает нейрон, каждая вертикальная такая черточка, это разряд нейронов, отдельный нервный импульс. Вот где-то черные почти линии, значит, все время идут эти нервные пульсы, где-то посветлее, значит, редко. Вот, пожалуйста, разбирайтесь в этом сигнале, как его трактовать. Их там 1800 нервных клеток, идут сигналы подряд. Есть вот такая технология, пожалуйста, тоже это очень-очень-очень маленький датчик, поэтому называется нейрональная пыль, наверное, так можно перевести, нейрональная пыль, потому что каждый такой датчик, это почти как пылинка, вот такой датчик. Видите, два контактика, через которые им можно регистрировать разность потенциала в том месте, где они находятся, в нервной ткани. Но, а он так устроен, здесь пьезокристалл, что эту разность потенциалов, колебание разности потенциалов через колебание пьезокристалла можно ультразвуковым путем передать на ближайший там приемник, это все там нарисовано. И вот здесь, вот, например, распылить эти датчики можно просто, просто, так сказать, спреем, под сильным давлением, как вот делается инъекция, таким шприцом. И все, тогда эти датчики, они соразмеримы уже с размером самой нервной клетки. Их можно сотни тысяч разбросать по всей голове. Так что, в общем, контакт будет очень большой, очень такой мощный, хороший. Но, опять же, нужно навигировать, где конкретно, какой датчик стоит, надо понять, в какую структуру он попал. Но контакты возможны. Вот уже тот электрод, это плашка с электродами, которая продается в магазине. Boston Dynamics разработал, и эти вот электроды вживляются людям для контакта, например, с моторной корой. Мы еще об этом поговорим. А вот самый такой суперсовременный контакт. Видите, совсем недавно придумали, можно сказать, материаловеды. Они придумали такую очень тонкую проволочку. Тонкую проволочку придумывать нечего, но просто она должна быть такая, с которой можно было бы сделать сеточку, и ее можно покрыть пластиковой изоляцией. Таким образом, она изолирована по всей длине, кроме узлов, а в узлах установить сенсоры разности потенциалов. И получается, что вот эта сетка, если ее набросить, она очень эластична, потому что 6 микрон проволочка, и ее можно набросить на объект любой конфигурации поверхностной. Она будет собирать электрические данные о распределении электрического потенциала по всей этой поверхности. Но эти исследователи сразу же додумались, что можно эту сеточку смешать с гелем, и намазывать уже на любую поверхность, а можно набрать шприц и впрыснуть в голову крыси. И тогда эта сеточка там нарисована, как она может расправляться в голове у крысы. Это уже сделано, и ничего с крысой не происходит, она не умирает. Но таким образом получается очень много контактов. Ну а давайте дофантазируем вместе с вами, если такую сеточку впрыснуть в мозг эмбриона крысы, когда нервные клетки только еще генерируются, только еще устанавливаются нервные связи, они будут прорастать сквозь эту сетку, сетка будет интегрирована в сам мозг. А дальше, вот здесь вот нейроинтерфейсная концепция, а дальше, как только мозг почувствует, что потенциал, который дает клетка рядом с узлом, в котором этот потенциал регистрируется, если этот потенциал связан во внешней среде, например, с подачей пищи, то мозг начнет пользоваться этим узлом, потому что через него он добывает себе пищу. Я очень условно говорю, так можно разнообразить жизнь этой крысы во взрослом состоянии, и она начнет пользоваться контактами этой сетки, как своим мозгом. Какая разница мозгу, что там за контакт? Он из металла сделан, из кремния или из биологических материалов. Важно, что изменение активности в этом месте приводит к какому-то полезному или вредному результату. И таким образом можно сделать дополненный мозг, третье полушарие. Ну, мы немножко зафантазировались, но тем не менее путь к этому есть. И небезызвестный Алан Маск, он берет это за основу, назвал, правда, это по-другому, электронные кружева, за основу для своих новых идей. Он организовал компанию Нейролинк, в рамках которой он хочет сделать полноценный контакт с мозгом на основе вот таких вот сетей. Ну, дальше вот можно, если так проецировать на человека, то можно под кожей будет вшито эти все устройства, которые контактируют с этой сеткой. Ну, и дальше работаем. Ну, теперь вот к содержанию. Контакты у нас есть. Ну, смотрите, редкие и первые кадры двух нобелевских лауреатов Хюбла и Визела. Они регистрировали клетки зрительной коры. Они хотели понять, как откликается мозг на изображение, появляющееся во внешней среде. Ну, та же самая проблема. Мы хотим понять, как отображается внешнее во внутреннем. У них получилось, они долгое время возились и никак не могли получить какие-то реакции. Но случайно вы видите у них вот здесь проектор. Сейчас я... Вот это проектор, а вот здесь вот станочек, в который заложена вот эта кошка. Прямо здесь она сидит. Вот так по-домашнему делались тогда эксперименты, выдающиеся причем эксперименты, которые приводили к Нобелевским премиям. И в голове у этой кошки в зрительной коре регистрировали нервные клетки. Так вот оказалось, что всякие вспышки, засвечивающие сетчатку, какие-то кружки, все, что это не подается, не вызывает толком реакции в этих клетках. То есть, то нет, то есть, то нет. Но когда однажды совершенно случайно вдвигая слайд в этот проектор, они обнаружили мощную реакцию клетки. Вот тут видно, что вот это вот разряд клеток. В момент, когда вдвигают слайд, они догадались, что в поле зрения кошки проходит вертикальная черта. Значит, оказывается, эти нейроны реагировали не на стабильные, не на устойчивые какие-то там засветки изображения, а на подвижные. И тогда они начали крутить эту полоску горизонтально, вертикально. Оказалось, что одни клетки реагируют на движение полоски под 45 градусов, другие по-другому, третьи по-третьим. Оказалось, что вся кора разлагает эту реальность на вот такие полоски, квадратики, кружочки, треугольнички. Я немножко упрощаю. И это принесло им Нобелевскую премию. Но, видите, это в Нобелевской речи. Хюбелл говорит, что это неслыханно. То есть, они даже не представляли, что так устроено восприятие, что оно разлагает мир, но вот такие элементы, детектируя отдельные признаки визуальных объектов. Но для мозга это и есть кодирование. То есть, теперь эти объекты, разные признаки этих объектов представлены нейронами. Признаки превратились в нейроны, потому что разряд этого нейрона говорит, что есть признак движения вертикальной линии. Разряд другой клетки горизонтальной линии, ну и так далее. Карта внешней реальности превращается вот в разряды нейронов. В разряды нейронов. Так получается устроено первичное кодирование в нервной системе. Я перепрыгиваю эту область исследований очень сильно. Ну вот другой эксперимент уже. Там все эти работы я должен извиниться с одной стороны, с другой стороны объяснить, что каждый слайд у меня подписан, откуда он взят. Потому что когда рассказывают, что британские ученые что-то изобрели, не приводя статью, это как-то с недоверием. Здесь все написано в какое-когда. Это такая группа авторов хорошо известная в мире и Константин Владимирович известный Куэрога, которые нашли такие нейроны в голове у человека, в данном случае в гиппокампе. У человека, конечно, не зажимают в такой станок, в уши всякие железки вставляют, чтобы не двигал голову, конечно, нет. Это по ходу какой-то нейрохирургической операции, обычно это в связи с апелепсией. Погружаются электроды для того, чтобы уточнить, что там происходит, где там очаг, нейрофизиологам дают немножко времени для того, чтобы они посмотрели что-то свое. Вот они смотрели, электроды были опущены в гиппокамп, и они смотрели, предъявляя разные картинки, ну, знаменитостей, фотографии знаменитостей, просто потому, что большая часть людей знакома с этими знаменитостями по фотографиям, что будет. Выяснилась удивительная вещь, ну, не только в этой работе, но в частности, что некоторые клетки очень специализированы. Например, вот здесь вот клетка реагирует только на, ну, вот здесь можно показать, вот это, вот это, каждая точечка, это такой разряд нервной клетки, нервный импульс. И много раз показывали фотографию Меррилин Монро, видно, что как только показывают эту фотографию, клетка разряжается сильнее, вот ее гистограмма. Но на другой фотографии, например, на Бролина, ничего не дает. Наоборот, у него есть своя клетка, которая разряжается на его изображение. И вот таким образом, получается, кодируются уже не просто признаки, палочки, колбочки там всякие, а кодируется целое изображение, кодируется сама Мерлин Монро. Ну, конечно, они быстро проверили, а что значит, чем она заметна для этого нейрона, чем она такая особенная для этого нейрона, что он так пыхтит. Когда она появляется на фотографии. Оказалось, что если предъявлять не эту такую фотографию, а какую-нибудь более скромную, там, или просто лицо, или вообще просто написать Мерлин Монро, клетка все равно работает. Ей безразлично, что там, лишь бы это было как-то связано с Мерлин Монро. Это клетки-концепты. То есть, это, получается, декторы концептов, они символизируют о том, что почему-то в уме, или в мозгу, или где, в этот момент всплыл концепт Мерлин Монро. Мы даже не знаем, тут же нужно контролировать, может быть, это около Мерлин Монро, но что-то другое, немножко оттенок этого концепта. Ну, по крайней мере, вот здесь показана возможность существования таких клеток. Значит, есть концепты, целые, концепты же, у нас весь мир состоит из концептов. Допустим, этот микрофон, это тоже концепт, потому что это частная версия микрофона, а сам микрофон, это же концепт. Поэтому, это очень важно, такое было открытие, и важно, но в этой работе особенно важно, что вот интересно, сейчас пойдет ли это видео. В этой работе особенно важно, потому что исследователи задумались, если такие есть клетки, которые чувствуют, которые реагируют на концепт Мерлин Монро, то не может ли человек произвольно менять активность этих клеток? Ну, и вот они так сделали, что они объединили две картинки, и они сливаются. Звук есть, но очень слабый. В то далекое время, да и сейчас, подают эти разряды клеток на наушники, и очень приятно слышать, когда они тогда разряжаются, как автоматная очередь, эти клетки. Так вот, здесь как раз было показано, что на Мерлин Монро, допустим, разряжается, на Бролин нет. Они совместили два портрета на экране таким образом, чтобы они мешали друг другу. Но если одна из этих клеток, которая настроена на Мерлин Монро, начнет разряжаться, то Бролин исчезает. И наоборот, если нужен Бролин, тогда его клетка начинает разряжаться, а Мерлин Монро постепенно исчезает. И вот оказалось, что человек может это регулировать. Из смешанной картинки он может готовить себе только Мерлин Монро. мысленно, то есть, если у человека есть желание, оно добирается до этой клетки и начинает ее активировать. Прямая связь к тому, что клетки-детекторы, они не сами по себе. Это не система какой-то автоматической детекции и куда-то посылается в архив или в какую-то базу данных. Нет. Оно все управляется единым каким-то целостным образованием, психическим миром, какой-то моделью и так далее. Но это то, что создал себе мозг как целостную структуру. И достаточно ловко человек этим управляет. Интересно, что если оставить этот электрод вот в том месте, где регистрирует он клетку Мерлин Монро, и человека уже ничем не будем мучить, никакими фотографиями, естественно, у него она должна молчать. Но если она заработает, то что же это будет означать? Это будет означать, что в отсутствии какой-либо физической картины в отсутствии фотографии мозг сам себе представил эту фотографию или этот концепт. А с какой стати заработала клетка? Она же работает тогда, когда предъявляется снаружи. Если она заработала, то это для мозга равноценно тому, что появилось снаружи. только он это понимает, что он воображение теперь это имеет. Вот так меняется физическая среда на ментальный мир, если этими клетками управлять. управлять. Еще один важный пример того, как отображается, как отображается и куда мы можем, где мы можем найти контакты. Вот такая пара супруги Мозер, норвежские исследователи. Три коробки. Вот они сажали крысу в эту коробку. Впервые она в этой коробке находится. Регистрировали клетки мозга у нервной клетки у этой крысы беспроводным путем. Но это не проблема сейчас. Клетки разряжались как попало. Через какое-то время у этой крысы разряды клеток структурировались. В каждом таком месте сильнее всего разряжалась, как только крыса попадает в какое-то вот такое место, разряжается какая-то определенная клетка. В этом месте другая, в этом месте другая. Только недавно ничего такого подобного не было, клетки хаотически разряжались. А вот здесь пространство все приобрело какую-то форму. Они догадались, что таким образом клетки построили координатную сеть. Каждая клетка отвечает теперь уже не за какую-то там линию в визуальном изображении, не за какой-то концепт, а за структуру пространства. Клетки кодируют пространство. Сами разряды самих клеток кодируют пространство. Причем они очень тщательно все проанализировали. И вот это оказалась такая гексагональная структура. Вот в центре есть клетка, которая сильнее всего отвечает, если крыса попадает в это место. А если она отходит в одном из этих направлений, то сильнее начинает разряжаться другая клетка. То есть тут в принципе мозг уже понимает, в каком направлении движется крыса, если предварительно все структурировано вот это поле. Но оно структурируется не от рождения и не свыше, оно структурируется по мере того, как крыса изучает это пространство. Если перегородки убрать, то она теряет это поле. Она за ориентиры берет какое-то внешнее окружение, дополнительное, стабильное окружение, и в них, в этом стабильном окружении, строит координаты. Ну все, это когда у нас был июнь 2014 года статья, а в октябре Нобелевская премия, настоящая, не Нобелевская, настоящая Нобелевская премия. Супруги Мозер. Конечно, чуда не бывает. Был еще один участник Акифи, Джон Акифи, он работал гораздо раньше, и он открыл таким же путем он открыл клетки места. Оказывается, если крысу прикармливать в каком-то месте, или там что-то ей интересное в каком-то месте, то есть специальные клетки, которые начинают разряжаться, как только крыса попадает в это специфическое место. Вот и получилось, что эти Мозер, которые были у него постдоками 15 лет назад, до этой Нобелевской премии, потом они уехали опять в Норвегию, и в результате вместе у них сложилась целостная картина. Есть координатная сетка из этих нервных клеток, есть клетки места, которые метят конкретные места, куда надо попасть. Сопоставляете две вещи, по координатной сетке можно попасть, навигировать свое поведение в пространстве. за это отвечают разные области, видите, тут гибокам, допустим, отвечают за клетки места, интерринальная кора за сетку, а вот есть еще клетки, которые за направление движения тоже отвечают, тоже кодирование такое есть. Это все к тому, мы сейчас разбираем, как устроен весь этот функционал мозга, что мы можем подключаться теперь фактически к этим детекторным местам. если уже все крыса обучено, то мы регистрируя активность этой клетки понимаем, она нам рассказывает о том, где эта крыса находится актуально. Но еще удивительнее, я не привожу уже эти слайды слишком много, еще удивительное, что крыса может не находиться в этом месте, а тем не менее, у нее эта клетка зажигается. Ну, как сказать, что тут происходит? Возможно, она проигрывает свое путешествие перед тем, как отправиться в реальное путешествие. Во всяком случае, это контролировано во многих, в нескольких хороших статьях. Похоже, такое проигрывание предстоящего или уже проделанного пути, оно есть в мозгу, то есть, эта модель, о которой мы вначале сам говорили, она работает в отрыве, может работать в отрыве от предоставленной реальности, от предоставленной реальности условий, тем самым тренирует мозг на обучение в этой ситуации. Ну и здесь вот говорится о том, это тоже недавняя работа, о том, что если внимательно следить за нервными клетками, вот мы сейчас показали, что клетки-детекторы там, 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 но если внимательно за ними следить не один день, как во большинстве этих опытов, и не один час, как в большинстве этих опытов, а один, два, три дня, то оказывается, что они нестабильны, что клетка-детектор одного признака становится детектором почему-то другого признака, или вообще перестают быть детектором, а та, которая вообще никак не отвечала, начинает детектировать какое-то свойство. Все динамично. Оказывается, что вот эта структура, вот это содержание, оно как-то немножко плывет над структурой, и в зависимости от каких-то условий общая статистика по популяции нейронов сохраняется, скажем, клетки там вертикальной черты их там 10%, они так и сохраняются, но они меняют свою позицию, не сами клетки, а клетки-то остаются на своих позициях, но функция меняет позицию, она перепрыгивает с одной клетки на другую, что это за дела такие? Как мы тогда будем подключаться к отдельным нервным клеткам, если у них ежедневно, а там где-то и через час меняется функция? Мы-то настраиваемся на одно, а оказывается совсем другое, и кто этим управляет? видимо управляет целостная модель, которая по какой-то на стену, что значит по какой-то пришла новая информация, по-другому перепрограммировали кодирование, допустим, вертикальных полосок. Мы должны завершать уже вот-вот-вот-вот. Значит, все мы сейчас, мы начали с этой Леонор Магуайр, которая захотела посмотреть вот эти функции, которые между моторными и зрительными внутри память, там, образы какие-то, что-то еще. И вот все-таки интересно программирование движения. Где, собственно, находятся структуры и как? Находится, как, как, как делается это программирование движения, если клетки, которые, строго говоря, вернее так, метафорически говоря, детектируют направление движения. Детектируют в каком смысле? Не уже начавшееся движение, а предполагаемое. То есть, в своей внутренней ментальной карте, внутри этой модели, должны быть клетки, которые, которые, если не начинают активироваться, запускаются системы, например, движения в направлении 45 градусов от вертикальной черты. Если другие клетки, запускается другое движение. Вот что-то такое похожее. Дело в том, что это было очень важно, потому что, ну, тогда мы бы действительно могли бы подключиться. Мы бы узнавали направление предполагаемого движения. Допустим, там, органы или целого тела. И здесь важную роль сыграл вот этот человек. Он сделал, он делал очень простой эксперимент. Обезьяна, перед ней вот такой пульт, и зажигаются лампочки по кругу, ну, одна лампочка какая-то зажигается, вот там, где она зажигалась, в том направлении нужно двинуть рычаг. Одновременно он наблюдал за нейронами коры, моторной коры, на самом деле эталомическими нейронами. Ну, за нейронами коры. Что будет происходить с этими нейронами? Нет ли каких-то нейронов, точно так же, как предъявляются эти картинки, вот здесь предъявляются направления. Нет ли нейронов, которые разряжаются больше в каком-то направлении? Да, есть. Вот есть такие нейроны, ну, разряды. Вот, пожалуйста, один нейрон, который оказывается, он не так работает, как вот в режиме Мерлин Монро, либо да, либо нет. Он работает странно, вот у него вот это направление наиболее, дает наиболее мощный разряд. Если обезьяна двигает в этом направлении, то вот есть нейроны, которые разряжаются максимально сюда. Но дальше они все-таки не затухают, они тоже как-то работают, но не так активно, как вот в этом направлении. Значит, просто по отдельному нейрону трудно судить, в каком направлении движение, потому что все еще вариативно. И вот это вот каждая точка, ну, вот это вот отдельный импульс нейрона. Несколько раз пробовали это направление, вот видно, что все эти несколько раз вот разряжался этот нейрон очень сильно. Вот это ноль, это момент движения. Здесь очень интересно, смотрите, какая вещь. Ноль это движение, но нейрон начинает работать до движения. Нет никакого движения, а он уже работает, обозначая, ну, условно говоря, намерение крысы к движению. Намерение – это что-то такое из, так сказать, области осознаваемого, поэтому мы метафорически это применяем. Но во всяком случае, заранее, еще никакого нет движения, значит, в этом этот нейрон символизирует фактически детектор направления движения. Поймали то, что хотели. Ну, нужно было там обработать, он поймал этот закон распределения активности в зависимости от угла, он оказался косиносоидальный. И дальше можно было популяционно много клеток зарегистрировать, взять их в полную сумму и в результате вычислить направление, в котором собирается двинуть рукой обезьяну. Технически все было подготовлено к тому, чтобы вместо этой руки подставить манипулятор. Ну, если уже известно, в каком направлении двинет рычажок. Обезьяна, кстати говоря, двигала рычажок неспроста. Ей за каждый правильный ответ давали апельсиновый сок. Поэтому можно было бы теперь попробовать сделать вот такой эксперимент, который додумался сделать Мигуэль Николелис. Вот, пожалуйста, крыса слегка закреплена, перед ней рычажок, с помощью которого она может пододвинуть себе поилку с водой. Крысу удерживают от обильного питья. Ей хочется пить. Вот, она быстро тренируется, быстро научается лапкой двинуть, пододвинула, там пружинка, потом эту поилку обратно отводит. Одновременно регистрировали нейроны коры. и все то же самое. Подсматривали, что будет происходить в период перед тем, как крыса двинет лапкой. нашлась модель распределения активности нейронов, которая соответствовала этому периоду. Значит, здесь мы уже перешли на популяционный уровень, не отдельный нейрон, он сильно вариабелен. А вот если брать популяцию, и вот модель поведения всей этой популяции, то хорошо предсказывается, в какой момент она хочет двинуть лапкой. И вот здесь Мегуэль Николелис, автор очень эффектных всяких разработок, он придумал соединить эту активность нейронов прямо с этим рычажком с помощью моторчика. И как только крыса начинает думать, еще задумывает движение лапкой, поилка тут же пододвигается к ней. В нескольких попытках крыса понимает, ну, условно говоря, понимает, мозг адаптируется к новой ситуации, и лапки уже не нужны. Теперь уже поилка подводится к пасти просто по счетчему велению. Захотело? Мозг быстро, тут удивительно, не сама эта схема техническая, ну, что тут, это для школьника, а насколько мозг быстро адаптируется к новой ситуации. Только подставь ему средства выполнить достижение целей, пусть это будут какие-то непонятные рычажки, там, регистрация какие-то электроды в живленный мозг, неважно, мозг приспособился к ним и использует их, потому что это быстрее, надежнее. Мозг потенциально идет на такой симпиоз. Здесь тоже вот это намерение, видите, возникает немножко раньше, что позволяет опередить лапку. Ну и, конечно, здесь вот вопрос о том, насколько далеко можно пойти в управление. В управлении можно ли дальше что-то с этим делать? И вот возникает вопрос, на слуху. Что? В данном случае раскодировано намерение к движению у крысы? То есть, мы поймали код, которым пользуется мозг, для управления лапой? Нет. Мы поймали распределение электрической активности по нейронам, коррелирующее с поведением лапки. А уж как там, какими кодами общаются нервные клетки, нам неизвестно. Мы просто обманули мозг. Это такой хакинг получился. Мы обманули мозг, мы просто подсмотрели, как он действует и делаем точно так же. В этом смысле мы подсмотрели, здесь очень удачный термин Давида Израильевича, который здесь присутствует, нейродинамический код. Мы подсмотрели то, что коррелирует с нужным нам действием или нужным состоянием внутри мозга. Это все нейродинамические коды, они не имеют отношения к никакому кодированию внутри мозга, которое еще попробуй разгадай. А здесь-то да, мы можем пойти по пути вот такого коррелитивного исследования. Там подсмотреть, здесь что-то подсмотреть, еще где-то что-то. Ну и худо-бедно так попробовать набрать какую-то статистику, какой-то опыт контакта с мозгом. Я перехожу к пессимистической ноты, что как же мы раскроем эти коды мозга, как мы получим доступ к самому реальному содержанию мозга. Для этого нужно иметь ключи для расшифровки. Там, между нервными клетками, они пользуются какими-то кодами. Думаем. Ну, здесь понятно, что дальше начали развиваться события очень быстро. Тот же Нинкалелис применил это на обезьянах. Это уже не только крысы, а обезьяны. Вот обезьяна точно так же делает, как и крыса, только двумя рычажками управляет виртуальными руками на экране. Эти виртуальные руки должны прихлопывать белые кубики или кружки. Как только она прихлопнет двумя руками виртуальными, тут же появится апельсиновый сок. Ну, тут же также подсматривается электрическая активность, в конце концов рычажки отнимаются и она управляет уже двумя руками с помощью этих нейронов. Мозг адаптировался так, чтобы одна рука не мешала другой. Ну, вот я подумал, что стоит посмотреть вживую, как это родилось. Это виртуальные руки, но она-то управляет ими нейронами, она рычажками уже ничего не делает и посмотрите динамику этого дела довольно быстро и ловко, как будто бы она управляет собственными руками. То есть, мы фактически подключились к мозгу, мы сделали то, что анонсировали в самом начале, но мы подключились к нейродинамическим кодам, не к кодам самого мозга, а к коррелятам этой активности. Это уже реальная ситуация с людьми, которым манипулятор уже нужен не для игры. Парализованный человек ничего не может сделать и если ему дать вот таким образом управлять манипулятором, то можно посмотреть, что оказывается это возможно. То есть, здесь можно, внешне можно сказать подключение к мозгу произошло. Парализованный человек управляет этим манипулятором исключительно из головы. Там ему вживлены 100 электродов в кору на глубину 1 мм примерно. И вот, пожалуйста, с трудом кое-как, но все-таки это продолжается, эта лаборатория Джона Донахью. И вот это первый, можно сказать, первый пациент, это новая волна, 12-й год. 12-й год, в 12-м году по версии журнала Science с крупнейшими достижениями, помимо высадки Curiosity на Марс, были вот эти данные двух исследователей. Две разные лаборатории получили конкурирующие гранты из ДАРПа, ну и сделали. А здесь действующие лица только вот этот Ричард Андерсон и Чарльз Лю. Ричард Андерсон нейрофизиолог, Чарльз Лю, это нейрохирург, которые вживили электроды другому пациенту и вживили не в моторную зону, а в теменую. И здесь принципиальная вещь. Дело в том, что все вживляли в моторную зону, и животным, и людям. Почему? Потому что если уж двигать манипулятором, то нужно же получать сигнал из моторной зоны, откуда приходят сигналы к рукам в нормальных условиях, тоже выполняющим те же функции. Но Ричард Андерсон подумал по-другому. Он подумал, что руки, ну что, эти нейроны, они приспособлены для управления рук мышцами. И их трудно перестроить на управление каким-то манипулятором, потому что совсем другие динамические характеристики, все другое, по-разному. Поэтому надо как-то по-другому. Нужно взять фактически, ну если так переходить на такой метафорический язык машины, фактически на моторной коре написаны драйверы управления мышцами. Ну как с этими надо где-то дальше, там где формируются только планы и движения. Ну вот он взял теменную кору, вживил туда, и вот у него получился тоже пациент. Посмотрите, насколько динамичней, насколько динамичней этот пациент, насколько с меньшим трудом, хотя у него травма серьезная. И значит он полностью парализован. И как быстро вот он манипулирует этим манипулятором. Ну в данном случае модель такая, манипулятор как бы хватает этот кубик и пытается поймать кружок или наоборот. Но неважно, точно так же манипулятор у этого же пациента мог хватать банку там или что-то еще подносить к рту. Но гораздо легче, гораздо быстрее все это делается. Возможно, это как раз связано с тем с изменением места подключения. Вот я уточнил сейчас, видите, уже начинает все зависеть от содержания. От моторной коры перейти от исполнительных власти, перейти к законодательной, там где формируются планы. Вот он подключился к законодательной власти. Это нам хороший урок. Ну, это вот Чарльз Лю в моей лаборатории. Мы хотим сделать такую совместную работу, сделать промежуточный вариант, потому что инвазивное вживление в мозг это все-таки ну такая тяжелая нейрохирургическая операция, это организационно трудно сделать и прочее. Может быть, просто открыть череп и положить сеточку электродов, это такой известный метод, положить ее просто на твердую мозговую оболочку, которая очень сильно предохраняет мозг от всякого инфекции, это совершенно другой уровень нейрохирургической операции, просто открыть череп и использовать эти электроды, но это уже не нервные клетки, это уже далеко от того, что придумал Джорджополис, вот я вам показывал эти популяционные векторы. Здесь фактически эта электрическая активность, она будет похожа на электроэнцефалограмму, но мы здесь вот немножко сошлись, это немножко уже и не энцефалограмма и немножко уже не нервные разряды, не разряды нервных клеток, попробуем. А вот уже еще одно исследование, где фактически эта эпопея завершается. Пациент, видите, двигает манипулятором, но на пальцах этого манипулятора сенсор. Теперь ученые поставили себе задачу сделать эти пальцы чувствительными, он не только должен поднести руку и взять предмет, но он должен почувствовать, что к этому предмету он прикоснулся. Почувствовать, значит, подать обратный сигнал прямо в мозг. А как его подашь в мозг сигнал от этих электрических сенсоров? Только электричество. Ну, скажем, в сенсорную зону мозга, там, где организована чувствительность, тактильная чувствительность, туда подать стимулы, ну, как только кто-то прикасается к его пальцу, пальцу манипулятора, также начинается стимуляция, тотчас начинается стимуляция этой сенсорной области. И, казалось бы, все, дело сделано, ничего подобного. Вспомним, дело в том, что эти нейроны, коры, они же откликаются на код, как замок на ключ. Если тотально их стимулировать непонятно чем, то человек ничего не почувствует, и так оно и произошло. Как там не стимулирует, тукару, это уже много раз известно во всех нейрохирургических экспериментах, либо случайные какие-то образы, что-то там мелькает, но ничего оформленного, потому что нейроны возбуждаются не той конфигурацией, которая есть в природе. Та, которая есть в природе, она активируется естественными кодами, а здесь получается таким тотальным воздействием. Поэтому, что, нет никакого хода? Мы же коды, реальные коды мозга, мы не знаем, да, в общем-то, может быть, и никогда не узнаем. Как тут подключишься? Как подать обратное ощущение? Между прочим, здесь они добились этого. Эксперимент уже очень простой. Дотрагивались до каждого пальца манипулятора, и человек говорил, к какому пальцу дотрагиваются. А стимуляция действительно такая, тотальная, просто в разных местах немножко этой коры и разными немножко параметами раздражения. Как это можно было добиться, если мы не знаем кода, к которому подключиться? Хакинг мозга. Дело в том, что воспользовались пластическими свойствами мозга, его свойствами, просто базовыми свойствами. Он адаптировался, его научили распознавать эту электрическую активность. Теперь она для него стала кодом. Мозг теперь ее разбирает как код. Видите, какая трансформация от тотального неизвестно что физического воздействия до формирования кода, и это себе сделал мозг. Он, в конце концов, поскольку ему это потребно, он, в конце концов, подстроился и теперь чувствует эту электрическую активность как код стимуляции среднего пальца, а другую как код стимуляции другого пальца. Если немножко поменять эту электрическую активность, сделать ее неизвестной мозгом, он опять окажется, попадет в просаг. Ну, вот эти все вживления привели к тому, что можно сделать теперь такой коммуникатор, можно попробовать пациенту водить курсором по экрану и останавливаться в квадратиках, которые показывают буквы, можно печатать эти буквы. И вот мы уже завершаем. Здесь уже вот такой полный сервис как бы. Видите, тут вживлены уже две такие плашки для моторных дел, для того, чтобы получать моторные команды и две плашки для того, чтобы стимулировать обратно. Все это под кожей скрыто, вшито, как кардиостимулятор вшивает под кожу и беспроводным путем оно общается с внешним приемником, заряжается, перепрограммируется и так далее. То есть это уже технически осуществимое дело. Другое дело, что таких пациентов, конечно, очень мало в мире, в силу того, что все-таки довольно сложная нейрохирургия, довольно сложная здесь и все постоянно существует опасность того, что все это воспалится, это же гидрогенное тело внутри и прочее. Поэтому очень важно, чтобы сделать все это неинвазивно, с помощью энцефалограммы накладных электродов. Можно ли с помощью этих накладных электродов догадаться о каких-то намерениях человека. Было бы хорошо, потому что электроэнцефалография, вы знаете, в поликлинике одел, снял, пять минут работы, все, и никаких оживленных электродов, ничего. Но что-то удается добиться. Кстати говоря, видите, это уже последние такие варианты такого неинвазивного подхода. просто клеится такая система прямо на голову, и это уже электроды, передающая станция, все, все возможно, никакой тут проблем. Есть подход к металлизированной татуировке, которые будут уже сами по себе являться электродами. В общем, дело тут за техникой не стоит, дело за мозгом. Ну и вот классическая схема такого нейроинтерфейса уже неинвазивного. Все тут вам уже известно. Психическое усилие, если контролировать все время энцефалограмму, то психическое усилие, например, намерение движения, можно расшифровать, можно поймать этот нейродинамический код. То есть, какой паттерн в этой электроэнцефалограмме будет соответствовать намерению движения. Намерению к движению. Ну и в результате дальше вся, так сказать, установка этих надо разобраться с этими паттернами, там, стабилизировать их. В общем, это уже дело техники. И получается, что все, как только у меня есть намерение к движению направо, мы должны детектировать и подать куда-нибудь команду. Ну и в результате здесь вот такой лабиринт, который я когда-то делал, это 2005 год, и в нем едет эта машинка игрушечная, которая управляется джойстиком, в данном случае джойстик выброшен, и туда направляются команды от мозга. И вот такая чисто техническая съемка 2005 года, ведь уже много лет прошло, но в данном случае человек управляет этой машинкой, это вот я. Такой был период, когда я довольно долго работал в Южной Корее, это моя лаборатория в Южной Корее, и вот там сделана была эта машинка, которой можно было вот сейчас, я просто показываю то, что у нас лаборатория, на самом деле мы только часть этой большой системы, и здесь просто из первых рук видите, что можно сделать управляемые такие экзоскелеты для постинсультных пациентов, у которых парализована рука, но силой и намерением можно заставить ее двигаться, и таким образом разрабатывать эту функцию, и разные другие варианты, но я хочу особенно выделить вот эту девушку, видите, у нее дополнительно ко всяким энцефалографическим электродам, какой-то фантом тут еще у нас, но вот есть некоторое такое устройство, которое дополнительно ко всему, это катушка транскраниального магнитного стимулятора, для чего транскраниальная магнитная стимуляция, это стимуляция коры магнитным стимулом, фактически высокочастотный магнитный стимул, очень короткий, индуцирует электрические электрические токи внутри коры, а они уже раздражают нервные клетки. Поэтому получается так, неинвазивно, быстро можно активировать очень тонкую область коры. Если это моторная кора, то видно, как у человека поддергивается, допустим, один палец, если правильно все расположить. И мы этим воспользовались для очень удивительного дела. Это вот последнее, что я хотел вам рассказать. Дело в том, что вот эти все... Тут очень большая клиника, и мы участвуем в этом деле, снабдить парализованного человека тренажером, который позволял бы активировать его парализованную руку силой намерения. Ну, вы теперь понимаете, как это все можно сделать. Но дело в том, что терапевтический эффект от этого дела почему-то получался только в половине случаев. Ну, не у нас, а во всем мире. Это не только мы делаем. Во всем мире десятка, полтора, два лаборатории этим занимаются. И почему-то вот не всегда так получается. Хотя, с какой стати, все есть намерение к движению. Но неизвестно было, происходит что-то с моторной корой или нет. Она вообще меняет свою активность, пока мы там воображаем это движение. Если не меняет, тогда, значит, там ничего не происходит. И вот мы сделали такой эксперимент. Мы стимулируем зону пальца, устанавливаем электроды на мышцу, которые руководят этим пальцем. Если палец подергивается, то, конечно, мышцы, вот здесь регистрация мышечной активности покажет всплеск активности. Но можно довести этот стимул до такого уровня, что пальцы уже не дергаются, недостаточно силы, но мышцы еще откликаются. И вот синяя линия здесь, вот эта синяя линия, это уже такой минимальный стимул, который дает нам отклик в этой мышце. И вот теперь мы делаем простую процедуру. Мы говорим человеку, вот мы уже получили этот отклик, а теперь мы ему говорим, а теперь вообрази движение. И на фоне этого воображения резко увеличивается мышечный ответ. Самого движения еще нет. Но мышечный ответ. Ясно, что от коры пришел большей силой сигнал. Но с какой стати пришел большей силой сигнал? Ведь ничего не изменилось. Раньше мы уже с вами говорили, что ничего не изменилось во внешней среде. Здесь ничего не изменилось с магнитным стимулятором. Стимул тот же самый, стандартный. А эффект больший. И разница-то в чем? Воображение движения. Смотрите, что получилось. Нематериальная мысль, или я провоцирую просто, коснулась нейронов. И мы поймали это вот в этом, в этой разнице. Ничего не произошло физического. Произошло только воображение. Человек вообразил движение. Ответ увеличился. Ну, это были для нас не игрушки, а таким образом было показано, что не для любого воображения движения получается вот эта пси-приставка. Человек может так воображать, что ничего не получается здесь. Прибавки нет. Значит, он неправильно воображает. Ну, для наших целей он неправильно, не активирует кору. Значит, ну, мы дали рекомендацию, что нужно использовать всю эту технологию для того, чтобы сначала отработать правильное воображение, а потом уже использовать это для тренировки в клинике. Ну, вот так, здесь, видите, еще один такой я вспомнил про Д. Д. Дубровского. Что же явилось причиной дополнительной активации корковых нейронов, если у нас была только мысль о движении? Раз они дали больший ответ, значит, они дополнительно подактивировались, они были уже готовы к этому, новые клетки были готовы для этого стимула, и теперь получился больший объем клеток активировался при том же самом стимуле. Что же было причиной? Ну, если мы скажем мысль, то мы сразу попадем в просаг, в размышление. Что значит мысль? Как она могла активировать нейроны? Все тот же самый принцип. Получается, что к этим нейронам пришла кодовая активность, которая их запустила. Тут важно, не физическая сила, которая активировала там, или какие-то токи, которые дополнительно подактивировали нейроны. Пришел код, который дал приказ активироваться, это же не тотальная активация нейронов, это нейроны, которые должны были вызвать движение определенных мышц, конфигурированная активность. Пришел код, который заставил их активироваться. Причина фактически информационная, а не физическая. Ну, тут можно, меня легко поймать на этой терминологии, но важно, что если мы будем просто активировать эти нейроны как-то любым другим стахастическим способом, не будет эффекта, мышцы не сократятся. Так же, как не было эффекта, когда мы стимулировали сенсионную кору. Человек ничего не чувствовал, потому что это не код, это грубая физическая сила того же объема, размера и прочее, той же энергетики. Кодовая. Код пришел. И это то, что, мне кажется, Адайд Израильевич, может, меня поправит, это и есть кодовая причинность, информационная причинность. Это глубокое понятие, я его прочитал, вычитал у Давида Израильевича, когда был аспирантом, ну, когда вот эти все проблемы меня волновали, в его, наверное, первая книжка, такая большая толстая книжка 71-го года, в которой вот были введены, была введена эта терминология, для меня это многое прояснило, информационная причинность. Ну, на этом, может быть, мы завершим. Спасибо за внимание. Я стою здесь или туда? Спасибо большое. Я уверен, что есть масса вопросов к этому потрясающему докладу. Пожалуйста. Вопрос, а исследовалось ли как-то и насколько отличается реакция мозга в случае, если введется реальный образ и, допустим, ситуация сновидения? Реальное либо сновидение. Извините, нет, сновидение. Вы знаете, я могу ответить, что это проблема постановки эксперимента. Мы не контролируем сновидение, поэтому мы не можем сравнить. Мы что-то видим в электрической активности, вроде бы, когда человек видит сны. Но мы же не гарантированы, что он их видит. Поэтому тут экспериментально не проверить. Еще вопросы, пожалуйста. Может быть, вначале дадим возможности, если не будет вопросов. Вопросы есть? Пожалуйста. Подадите к микрофону, чтобы для записи было. Пожалуйста. Здравствуйте. Благодарю за интересное представление, информация. Является ли это доказательностью того, что мысль материальна и что можно спрограммировать реакцию и действия через код? Спасибо. Что мысль материальна и что можно программировать реакцию и действия через софт. Ну, видите, значит, программировать реакцию и действия через софт. Вы имеете в виду все-таки подключиться к мозгу вместо мысли? Или что? Это же разные вопросы. Ну вот, значит, вопрос о том, можем ли мы стимулировать клетки именно тем же образом, которым они стимулируются в реальной жизни мозга, который вызывает, в общем-то, может быть, мысль. И поскольку она внутри головы, конечно, там все, кодирование уже сделано, все правильно. Но вот, чтобы подключиться к клеткам тем же самым кодом, я не представляю сейчас такой возможности. Много слишком переменных, да мы, собственно, и не знаем. И если мы даже узнаем, мы должны его подсмотреть. У нас нет никаких ключей для расшифровки, для настоящей расшифровки. Что касается вопроса, мысль материальна или нет, в общем-то, философский вопрос, вы знаете, надо на него очень-очень аккуратно отвечать, потому что мир наш материален и ничего другого в этом мире нет. Но, понимаете, смотря, что вы понимаете. Мысль, ну, смотрите, мысль – это операция с понятиями. Мышление – это операция с понятиями. Вот это что, действие материальное? Мышление – это операция с понятиями. Вот, надо немножко другом, надо немножко оторваться вот от этих обычных разговоров материально, идеально, и как-то немножко пошире взглянуть, что одно дело операции, другое дело материальные объекты. Вот мысль – это немножко как-то больше подходит на, так сказать, софт, на мелодию. Мелодия материальная, но она созданная и она работает на носителях. Хотя она может прыгать с носителя на носитель. Но только не подумайте, что мысль может прыгать с носителя от меня к вам. Большое спасибо за доклад. Вот такой вопрос про вот эти вот коды. Они имеют химическую природу? Потому что я так понимаю, что вы активировали клетки деполяризации искусственной. Вопрос про что? Эти коды. Про коды? Да. Они имеют химическую природу? Вы знаете, вот мы говорили, что мозг мультимасштабен. Поэтому, например, коды на уровне генома, они имеют свою природу. На каждом уровне какая-то своя природа. Если вы говорите о том, что приходит конкретной конкретной группе нервных клеток, чтобы активировать их кодовым образом, то приходят сигналы от других нервных клеток. Они приходят по отросткам электрическим путем. Но в щели, в контакте между клетками не передается с помощью молекул, с помощью вещества. но это не меняет как бы суть, что тут это вот как раз приказ, он двигается по тому, что у него есть носителем в данный момент. Вот он двигалась по мембране, как перезарядка, двигалась перезарядка мембраны, добежала до кончика нервной клетки, там оно пересело на молекулы, перепрыгнуло эту синаптическую щель, дальше опять побежала. Но это один и тот же приказ. Какая у них природа, видите? Какая попадется вот на пути движения, такая и будет. Важно, что они соблюдают какие-то пропорции, например, временные пропорции, как должен следовать один импульс за другим. Может быть, они соблюдают, скорее всего, пространственные пропорции, как они в сетях должны двигаться одновременно в какие-то места. Поэтому это довольно сложная получается кодировка, которую невозможно имитировать извне, поскольку это все микроскопические субстанции, клетки 10-15 микрон. У меня вопрос такой. Есть такой профессор, вернее, он доктор социологических наук, Ушаков. Он слепо-глухо-немой. Его учил Ильенков вот здесь в МГУ. И вот вся методика обучения слепо-глухо-немых, вот мне кажется, это и есть через вот ту информационную причину, о которой сейчас вы говорили. То есть у меня есть еще один такой вот опыт. Если я о чем-то рассказываю студентам, я себе это очень хорошо представляю в виде образов. И я говорю очень мало слов, но очень хорошо четко это вижу. А потом, во время беседы со студентом, я понимаю, что я ему передал все те знания, которые я не озвучивал, но которые, наверное, все-таки как-то переходят через вот эту самую информационную причинность. Вопрос такой. Как вы думаете, можно ли этот феномен использовать для того, чтобы более эффективно учить? Ну, здесь ключевой для меня является образ. Вот вы сказали, что вы используете для передачи информации, допустим, образ. Ну, это один из способов передачи информации. Художники пользуются этим в наибольшей степени. Их средство выражения это образ, художественный образ. Для исследователя-ученого мне трудно передать теорему Пифагора, допустим, в образе. Хотя я могу рассказать эту теорему Пифагора, но потом подкрепить ее какими-то образами. Но это совсем другой смысл, чтобы просто лучше запомнилось как-то. Видите? А все-таки любая информация, для того, чтобы выбрать, каким средством передавать информацию, нужно знать ее свойства, ее природу. И в одном случае адекватно образ, если вы хотите на эмоциональном уровне передавать, если вы логические операции хотите передавать, образ тут будет плохо приспособлен. Поэтому, ну... Но в любом случае подкрепление объяснения образность, делать объяснение образным, это, конечно, такое умение, такое уже таких настоящих профи для любой лекции. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно. Вопрос такой. Как вы лично относитесь к тому, память существует в мозге или это часть когнитивных функций? Или что? Лично вы как к этой проблеме... Память существует в мозге или... Или это часть когнитивных каких-то функций, других. Нет, часть чего. Когнитивных. А, часть когнитивных... Ну, дело в том, что когнитивные функции, они все равно в мозге, поэтому в любом случае память существует в мозгу. Но вы знаете, здесь мне трудно считать. Мне действительно ближе такие объяснения. Это же речь идет о трактовках. Как правильнее трактовать? Мне кажется, что память, конечно, управляется целостными образами. То есть она не такая, как складирование информации просто по полочкам. Здесь зрительные, здесь слуховые, здесь еще какие-то. Это должно быть в рамках общего восприятия и восприятия не просто среды, а потребностного. Насколько это нужно, что из этого потом последует, какие это знания, в какой области и так далее. И вот эта память, она следует как бы за этой концепцией познания. В этом смысле она размазана вокруг вот этого познавательного процесса, в когнитивных функциях она размазана. Это не отдельный какой-то блок, лежащий в каком-то отдельном месте в мозгу, как в машине. Это отдельная машинная память, вот туда там есть адреса, туда обращайся. Похоже, это вот не так в мозгу, но это здесь мне могут поправить коллеги. В частности, Константин Владимирович. Константин Владимирович, а можно я вас помочь и теперь? То, что такое мысль. Вот возьмем исходную постановку задачи. Прямой контакт с мозгом. И обратимся к первому вашему слайду, где прямой контакт с мозгом сформулирован на высоком уровне. Я бы сказал то, что интересовало Ивана Петровича Павлова. То есть с высокоорганизованным мозгом, который оперирует понятиями ощущений, намерений, понятий, образов. И попробуем теперь резюмировать современное состояние дел в ответе на вопрос. Что нужно сделать? Как набор трюков, приемов, алгоритмов, эмпирических техник, которые бы позволили нам вступить в контакт с заданными и интересующими нас понятиями для каких-то целей, намерениями для каких-то целей или какими-то ощущениями или образами для каких-то целей. Ясно, что мозг от мозга будет индивидуально отличаться. И поэтому нам нужен некоторый свод правил, которыми разные люди, работающие в этой области, осознанно или более интуитивно пользуются. Вот ваша формулировка, как резюме всего, что вы рассказали, что входит в эти правила, что нужно сделать, чтобы связаться с этими высшими объектами в нашем мозге. Например, с понятием, интересующим нас, для того, чтобы использовать это, или с намерением. Куда нужно пойти? Сколько нужно взять сигналов? Каким образом найти нужный сигнал? Вот в практике. Я просто немножко задумался, потому что какие-то вещи нужно предварительно тут формулировать. Но я бы сказал так. Если бы существовал ход для расшифровки кодов мозга, тогда мы бы пошли одним путем. Надо расшифровывать эти коды. Ну, как в любой системе дешифровки. Если кабель, трансатлантический кабель, мы решили к нему подключиться, и какая-то там идет билиберда, мы же прекрасно понимаем, что там идет информация. Все. Мы сами люди, придумали эту информацию люди, шифровали тоже люди. Ну, давайте будем расшифровывать этот код. Пока не услышим там человеческую речь. Все. Значит, дело завершено. Здесь двукратная проблема. Во-первых, я не представляю ни одного хода сейчас, как можно подключиться к нервной системе, чтобы приступить к расшифровке информации. Которой обмениваются нервные клетки. Их очень много, этих пар нервных клеток. Вполне возможно, что у них свои шифры в каждой паре, или там в каких-то кластерах и так далее, и так далее. У нас нет ни технических, ни теоретических средств подключиться к расшифровке чистых кодов. Но если бы мы к ним подключились, и у нас были бы средства расшифровки чистых кодов, тогда все. Мы тогда в чистом виде просто как розетский камень. Вот вам понятие, что там в кодах. И расшифровка пойдет быстро. Два-три года, и все будет расшифровано. Потому что у нас в качестве розетского камня есть эта среда, где мы уже договорились, что такое красное, что такое белое, что такое камни и прочие все дела. Все понятия у нас разложены в словарях. Будем диктовать и смотреть, как там идет. Дальше расшифруем. Здесь нет никакой проблемы. Но такой путь заказа, я повторяю, не вижу никакой теоретической возможности так подключиться. У нас есть только возможность подсматривать за нейродинамическими кодами. Термин прочитайте внимательно, как он определяется у Давида Израильевича. Но это конфигурация электрическая, биохимическая или какой-нибудь другой картины, которую мы берем под наблюдение, подавая этой биологической системе человеку вот те же самые понятия. Ну, допустим, в понятиях. Значит, понятия. Давая эти понятия. Это делается. Это делается очень хорошо, делается с помощью магнитно-резонансной томографии. Потому что она дает очень такое высокое разрешение в объеме мозга, распределение кровотока до миллиметра, кажется. В оксел почти один кубический миллиметр. И, значит, в таком объеме, конечно, можно подсматривать вот эти отклики. Это уже никакие не коды. Это просто коррелированные с каким-то словом, с каким-то там понятием и так далее. Такие карты делаются. Но они очень неустойчивые, между прочим. То есть вот можно натренировать алгоритмы, точно так же и на энцефалограмму. Можно натренировать алгоритмы, предъявляя апельсин-мандарин, что в конце концов человек будет думать про апельсин, и мы можем догадываться, когда он думает про апельсин-мандарин. Но это рассасывается в течение часа. И еще через час уже что-то алгоритмы перестают чувствовать. Ну, по разным причинам, во всяком случае, это не получается. Такой коррелят нам не годится. Нам нужен очень устойчивый. И вот здесь вот получается, что если бы мы поймали перекрестие, какие-то показатели, какие-то характеристики нервной системы, которые устойчиво бы коррелировали, то дальше техническая работа. Предъявляем, посмотрим, предъявляем, смотрим. Но, повторяю, это будет не коды. А если мы не в кодах это все делаем, значит, мы не знаем сути программы. А написал программу мозга по ходу своего развития. Откуда взялись коды? Опять же, я благодарен Довиду Израильевичу вычитал в его книжке. Случайно. Ну, это же мозг, он пластичен, он привыкает. Случайно какая-то там образовалась связь, и там первый пакет импульсов пришел, и надо установить связь. Если он ни с чем не конкурирует, запомним этот пакет. Все, это и есть код. Если он с чем-то конкурирует, значит, не будет выполнено. По-другому придет, по-другая, другой пакет, третий, четвертый, шестой подошел, запомнили. Вот так формируются эти коды. Не мы их написали. Видите, и здесь вот, значит, в чистом виде получается все разобрать. А корреляции, в принципе, путь еще довольно большой. Путь довольно широкий. Здесь можно все-таки работать и особенно на нервных клетках, потому что все-таки все остальные виды, они сильно сглаживают, либо по пространству, либо по времени деятельность нервной системы. Допустим, электроэнсфалграмма по пространству все сглаживает, потому что она усредняет сотни тысяч нервных клеток, но в то же время дает очень хорошее разрешение по времени. Но там магниторезонансные томограммы, они дают очень-очень точное разрешение в пространстве. Вот в перекрестии этих техник, возможно, можно вывести какие-то, ну, какие-то понятия на более-менее стабильный уровень. Понятия, отношения, ну, имеется в виду психологические состояния, это могут быть образы понятия, ну, такие классические образы понятия, можно вывести на какую-то более-менее карту, но это все равно не расшифровка мозга, это не чтение мозга, это воспользоваться слабинками мозга, найти дырки, как вот ищут хакеры дырки в программах, чтобы можно было как-то его спровоцировать. Собственно, так мы сделали технологию для разгадывания, какую букву задумал человек. Перед ним дается экран, на котором матрица этих букв, и каждая буква подмигивает. Мы записываем все реакции на подмигивание каждой буквы, потом внимательно приглядываемся, они все примерно одинаковые, но если одна сильно отличается от остальных, значит, наверное, к этой букве проявлен особый интерес. Так и оказывается. То есть мы провоцируем мозг на правильный ответ. Таким образом можно кое-как разобраться, но это не расшифровка, и это все-таки не расшифровка мозга. Поэтому подключение к мозгу возможно, но вот только вот через таким образом найденные. То есть ваш ответ, вы опередили мой второй вопрос и ответили на него, но он был предсказуем. Моя попытка была в первом вопросе извлечь как можно максимум из него в плане понимания. У нас есть некоторый эмпирический метод. Он сугубо действительно эмпирический, почти так, как в любом ремесле, в медицине. Отрезал что-то, что-то изменилось, простимулировал, что-то изменилось. Мы простимулировали электрические разные участки мозга и проверили, получили карту гомункулюса. Простимулировали разными когнитивными стимулами на функциональной магнитной резонансной темографии, посмотрели, куда надо идти. Это работает в пределах, вы совершенно точно сказали, условий этого эксперимента. То есть в этом мозге, если мы захотим это сделать на этом испытуемом клерке, у которого была гидроцефалия, нам все заново придется делать. Если мы попробуем это сделать с языковыми вещами на человека, который из другой языковой культуры, у него будет другая карта. То есть мы работаем чисто эмпирическим пока методом. Моя попытка в этом вопросе была вытащить, нет ли у нас все-таки на накопленном большом эмпирическом материале коррелативном некоторого прибавочного теоретического знания, которое бы нам позволило предсказать вещи, выходящие за пределы условий постановки именно этого картирования эксперимента. И ваш ответ, что пока не удается. Пока, ну просто не видно по работам. Я сам не вижу для себя, но я не вижу в статьях хода. А скажите тогда вот такую вещь. Мне кажется, что здесь есть ну некоторый шанс. Вы с одной стороны говорили о этих процессах ментальных как существенно глобальных в мозге, но с другой стороны вы сами упоминали, что стоит пойти в паритагную кору, чтобы обратить внимание на программы действий и планы, а в моторной коре другое. А из зрительной коры, может быть, можно извлечь управляющие сигналы на моторные действия? Может быть, нельзя. Может быть, мы зашорены своими представлениями, что моторное надо смотреть моторным, а зрительное – зрительное – зрительное. От зрительной коры управления не получишь. Или есть специализация. И мы можем приписать вот эти макрофункции, которые вы описывали, ощущения и понятия или планы и понятия разным частям работающей нервной системы. Как с проблемой локализации, иначе говоря, быть? Ну да, это вечная проблема локализации функций, конечно. Вы знаете, если так в целом, и учитывая, что у нас не так много времени, то, похоже, что мозг очень сильно специализирован в отношении входов и выходов. То есть зрение сильно разложено прямо по коре на пространстве, там тело разложено по коре, и управление точно так же сильно локализовано и разложено в пространстве. Всё, что между ними, в разной мере, размыто. Но оно размыто, видите, относительно чего? Относительно карты нашей терминологии. Может быть, надо бы искать такую терминологию, но терминология – это неформальная вещь, это же мы начинаем понимать те или другие концепты. Можно, допустим, классифицировать психические, ну, словно, скажем, психические процессы совсем по-другому, не так, как это сделано было в XVII веке, что у меня есть ощущения, восприятие, воображение, мышление и так далее. Это было сделано, потому что тогда люди то, что видели друг о друге, то и делают. Если мы пойдём глубже, то, оказывается, в каких-то концепциях нет никакого процесса внимания. А на факультете психологии есть целый курс психологии внимания полгода. Никакого внимания как отдельного процесса нет. Это некая совокупная функция настраивания сенсорных аппаратов в соответствии с текущим сейчас познавательным процессом или исполнительным процессом. Всё. Нет никакого внимания. Видите, это как мы вот, мы должны, может быть, нужно сформулировать новую теорию, ну, я бы не сказал так, теорию мозга, но теорию, теорию блоков мозга. И, возможно, здесь ключевым должно быть уже не отдельные структуры, а сетевая организация мозга. Я это сейчас говорю не в связи с тем, что вот, ну, так сказать, что это сейчас модно, там, диплёнинг и так далее, а в связи с тем, что у нас 86 миллиардов нейронов и миллион миллиардов нервных связей. Понятно, что это сеть. Вот. И вот эти вот пространственные распределения, они могут быть по пространству далеки, но по функции они близки. Вот эту карту, с точки зрения вот такой большой сети мозговой, если бы как-то по-другому распутать, может быть, ну, так сказать, некоторые функции совместились бы, это оказывается одно и то же, а некоторые, может быть, наоборот, это оказывается мышление, например, это может быть три разные функции, но мы всё обзываем одним словом. Вот. Поэтому тут с локализацией, но это вот первое, что, так сказать, мы с терминологией должны немножко всё-таки разобраться, она пришла к нам из 17-18 века. Вот. А второе, это всё-таки понятно, что функция, она не летает над мозгом, она, естественно, привязана в каких-то местах очень сильно, в моторных, сенсорных местах, но в каких-то она не то, что отлетает от мозга. Мозг пластичен относительно функции. Он её может перераспределять в зависимости не только от травм, но в зависимости от текущих нагрузок. Вот. Оставим травмы стороне. Ваш короткий прогноз. Последний вопрос. Мы хотим сделать нейрофизиологический эксперимент, которых делалось много. Управление движением, неким целевым движением или движением искусственного устройства, например, кормушки, которые подаёт крысе с шоколадным сиропом, с помощью активности нейронов, чтобы нейроны контролировали это. И логичным является взятие отведения от областей, которые отвечают за действие движения моторной коры в мозге у крыс или планирование префронтальных областей коры. Теперь мы берём и начинаем пробовать обучить, то есть заставить кормушку подаваться или нет. В зависимости от нейронов, не имеющих никакого отношения ни к зрительной координации, ни к движению, от слуховой коры, например, или от обонятельной. Ваш прогноз. Обучиться. Сто процентов. Был комментарий, по-моему, ещё кто-то хотел. Так, нам надо, я думаю, попытаться уложиться в 10 минут. Давайте, если можно, Александр Яковлевич, короткие ответы теперь, да? И вот было раз, два, три, четыре. Четыре поднятых руки и один комментарий. Пожалуйста. А вы уже задавали. Давайте мы, может быть, дадим Если можно, ещё один вопрос. Вы можете коротко его задать? В продолжении вопроса коллеги про применение результатов этих экспериментов в образовании. Вопрос по системам с биологической обратной связью. То есть вот те данные и те процессы, которые здесь выявлены и анализируются, можно ли их применять в обучении, когда человек сам видит результаты того, что у него происходит в мозгу, и, соответственно, он как-то корректирует своё поведение, исходя из этого. Так как тренирует там внимание, стрессоустойчивость и так далее. Можно ли как-то с когнитивными процессами это применять? Вы знаете, ну, здесь это всё то же самое, как просто надо разобраться, что подкрепляет правильное поведение. Если какое-то действие подкрепляет правильное поведение, значит, это можно использовать в этой игре. Ну, в частности, когда вы говорите, чтобы была обратная связь, чтобы человек видел, а правильно он думает, или неправильно ли он понял, или неправильно понял. Понимаете, если бы у нас была расшифровка мозга, и мы бы вошли в этот модуль, где сформировалось правильное или неправильное знание, тогда мы это показали бы в качестве обратной связи, но мы туда не можем войти. Мозг до сих пор закрыт. Поэтому мы можем пользоваться эмоциональной какой-нибудь реакцией, то есть косвенными какими-то делами. Ну, это известное дело, но если это возможно подстроить, будет хорошо. Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый, пытался кто-нибудь не с помощью электродов стимулировать нейроны, а с помощью какой-то конструкции нейронов культуральных, так что, может быть, электроды недостаточно точно воспроизводят тот электрический сигнал, к тому же там еще нейромедиаторы разные могут быть, от них, может быть, тоже что-то изменяется. И еще другой вопрос, а не пытались ли вот эту простую программу изучать на эмбрионах, когда у них только зарождаются движения, там, отклики на стимулы? Я плохо, плохо понял. Я второй тоже не расслышал. Первый, нельзя ли использовать вместо электродов и электрических сигналов некоторые культуральные конструкты, которые будут более, да, например, в каких-нибудь трубочках или нанотрубках, которые будут соединяться? А второй вопрос я тоже не расслышал. Давайте ответим на это. Эмбрионы, когда у них формируются то есть сети народные. Когда формируются отклики, наблюдаемые на стимулы, то есть исследовать все знания, потому что эта программа, наверное, сейчас на стимулы. Понятен? Второй вопрос. Начинать исследовать в развивающейся нервной системе, когда она только устанавливает паттерны своей активности, и может быть она более простая в этот момент. Более простая. Может быть это проще. По поводу развивающейся нервной системы это хорошая идея. Как раз это и есть подход к симбиотическому подключению технических систем. Потому что нервная система начинает ориентироваться на эти в период своего обучения, а не тогда, когда она уже все сформулировала, сформировала в себе все связи, все и так далее. Поэтому, конечно, это очень такой точный и хороший подход вести от эмбриогенеза. Но таких работ практически нет. Я не знаю почему, кстати говоря. За исключением работ молодых ребят из Беркли, которые подсаживали проволочки к личинкам жуков. Ну, с той же целью, но это проволочки, это не то. А вот сетки, это другое дело. Что касается использования в качестве датчиков или чего, культуральных каких-нибудь конструктов, так я понимаю, да? Ну, я понял так. Я тоже задумался над этим вопросом. Ну, можем себе представить таким образом, что поместим некоторые клетки из культуры в некоторые микротрубочки, в которых они будут жить, и будем стимулировать эти клетки, а эти клетки своими медиаторными воздействиями, химическими, другими чувствами, которые выделяют, будут стимулировать окружающую ткань. Я не уверен, что в этом была идея, но приблизительно так. Ну, значит, идея тут сделать эту стимуляцию более биологизированной, то есть стимулировать нейроны не электрическими стимулами, которые гетерогенны, конечно, откуда там в мозгах электрические стимулы, а вот выделениями тех медиаторов, которые вот эти клетки выделяют. Это тоже гетерогенная система, потому что медиаторы выделяются строго в синаптическую щель. Вот там они действуют, как код, потому что медиаторы это не просто налить туда ацетилхолина, это строго определенная доза в какой-то момент по поводу... В общем, это все там отмерено в этой синаптической щели. Синаптическая щель – это 200 ангстрем, 20 нанометров, очень маленькая, узенькая, размер молекулы ацетилхолина – 10 ангстрем. То есть 10 корпусов молекул в этой щели помещается, там все очень точно рассчитано. А мы вдруг вокруг нальем тут этого ацетилхолина, это будет еще хуже, может быть, чем электрическая стимуляция. Видите? Хотя в глубине идея правильная. Но как... Возможно, что там тоже надо использовать подрощенные к естественным нейронам вот эти конструкты, а эти конструкты уже с этой стороны научиться как-то стимулировать. Вот такой переходничок сделать. Это хорошая идея. Мы говорили о кодах мозга. Не возможно ли, что эти коды являются индивидуальными для каждого человека? И то, что они развиваются в индивидуальном порядке в процессе становления личности человека? Вы знаете, если так вот логически размышлять, то это, во-первых, так и есть, но глубже все дело. Они индивидуальны для каждой пары клеток, потому что, ну, в них зарождился какой-то там код, вот они там и так и работают. В другой паре другой какой-то зародился код, они так и работают. Они привыкли друг к другу, все это слепилось, вся эта система, живая система. В том-то все и дело, что это не процессор компьютерный. Вот. Но дело еще хуже обстоит. Код непостоянный. Не может быть постоянным в нервной системе код, потому что, во-первых, она пластична, она может привыкать к сдвигам кода, а, во-вторых, это необходимое дело, потому что постоянно идет перепрограммирование, новая информация, новое объединение сетей, по-другому переконфигурировалась функция. Все же это требует совершенно другого общения между клетками. Вот. Поэтому там постоянно идет вот этот пересмотр кодов. И, между прочим, за этим процессом тоже кто-то должен следить. Вот, извините, я выхожу за рамки вашего вопроса, но представьте себе, геном, у которого нет систем репарации кода. Он быстро выродится. Тут повреждения, здесь повреждения. Поэтому по геному ездят, по этой молекуле ДНК, условно говоря, упрощая, ездят специальные молекулы, которые чинят в разных местах этот геном. Вот так же должна быть починка быть. Кто-то должен смотреть на этот процесс, так сказать, кодирования сверху. Это, ну, кто-то, это вот сама же система. Она должна обладать инструментами подсматривания за целостностью и правильностью преобразований кода. Это система инспекции. Возможно, это первое зарождение того, что мы называем субъективным. Но тогда, как мы можем дешифровать этот код? Если, ну, он же получается индивидуален. Никак. Я и говорю, что никакого теоретического подхода нет. Мозг закрыт в этом смысле. Видите, в структурном отношении он уже не является черным ящиком, а вот в смысле, как инструментальными средствами прочитать слова, которые я еще не сказал, такого хода нет. Они ведь будут еще учиться. А слова – это уже последний уровень формализации того, что у меня есть в мозгу. А образы как преобразовать? А как предварительные там намерения? Ну, и так далее. И при этом это все индивидуально будет? Ну, это, конечно, индивидуально, это 100%. Это мы видим при хакинге вот таким даже путем. Я вообще не разделяю ваш пессимизм и спрашивающего, и отвечающего. Я думаю, что нельзя путать две вещи – код и содержание информации, которая кодируется. Код Морзе – один и генетический код – один. То, что там закодировано индивидуально, это уже другая вещь. И тот код, который мы ищем, он фундаментально должен быть найден как принцип. А то, что информация многообразная индивидуально, это другая вещь. Нам нужен принцип. Вопрос в следующем. Когда мы доходим до частностей, на таком примере, если мы будем две молекулы водорода и одну кислорода смотреть, то мы никогда не поймем свойства воды. Вопрос к вам, как к ученому. В чем вы видите все-таки вот эту интегральную свою функцию, понимание вот этих элементов, процессов, и когда же мы все-таки увидим человека после изучения этих элементарных процессов? Как вы видите как ученый? Ну, видите, вот вообще-то говоря, природа исходна, когда развивалась живая материя, не предусматривала, что кто-то ее там потом будет изучать. Поэтому она сделана очень-очень запутанно. И поэтому мы вынуждены работать на разных уровнях. От мелкого уровня до крупного уровня. и дальше проводить какие-то связи. И иногда следующий уровень порождается, ну, как вот, как я не знаю, как это перевести, эмерджентно. Ну, так и будет эмерджентно. Значит, вдруг, появляется вдруг. Вот, потому что что-то там накапливается и резко другое. Появляется новое качество, например, язык, допустим. Он в эволюционном процессе как-то эмерджентно появился. Вот, поэтому мы вынуждены изучать все уровни. И мы не, мы, у нас нет такого инструмента, как из нейронов сложить личность, например. Может быть, он, в общем-то, и не нужен, потому что это разные уровни организации, ну, фактически, материи. Нам, может быть, не нужно из свойств отдельных атомов прогнозировать свойства всех возможных молекул. ну, их много, зачем это? Хотя, для интереса это можно, может быть, я немножко тут, конечно, сильно утилизирую эту область, но, в принципе, у нас не так много сил заниматься всем. Вот, поэтому, мне кажется, здесь вот мы должны по мере, по мере необходимостей практических у нас есть заболевание мозга. Я перевожу ответ на другой. Заболевание мозга. Значит, вот все нужно сделать, чтобы понять это заболевание. Нужен макроуровень и понять, как из микроуровня рождается вот эта макроболезнь. Значит, надо все это целенаправленно изучать и все. А как вот порождается личность, допустим, глобальная из отдельных нейронов, ну, это такая задача очень сложная. Последнее у нас выступающее, это уже комментарии. Спасибо большое. Александр Николаевич, прошу прощения, я медик, и поэтому у меня есть такое профессиональное искажение. Вот, я хотел бы подсказать несколько моментов. Во-первых, мне кажется, что вы пытаетесь уйти от микроэлектродной техники к электроцифлографии, даже уходя от электрокортиографии, и тем самым, естественно, вы меряете более, как бы, универсальные, более грубые паттерны изменений. И поэтому потенциально вы обречены на неудачу, если вы будете пытаться найти такие же паттерны, которые позволяют крыске управлять. А может быть, имеет смысл посмотреть другое, как вот эти паттерны электроцифлографические моделируют, например, автономную нервную систему, например, уровень артериального давления, например, уровень гликемии, потоотделения и так далее. Ведь на самом деле это ничего сложного, это известные медитативные практики, когда люди сами себе, йоги, кто угодно, понижают артериальное давление и добиваются нормализации. Прямой практический выход. Я медик, мне это интересно. Значит, мы берем гипертоника, у которого есть некий паттерн изменений в голове. Он чувствует повышение давления, этот паттерн меняется, потом он принимает гипотензивную таблетку, он снижается, причем можно дозированно провести эксперимент и изменение вот этих паттернов, потом это можно смоделировать и возможно найдется некий общий для группы людей одинакового пола возраста и прочее, который превращается в фактически такой рецепт лечения. Ну, вы имеете ввиду, что нельзя ли подойти более практически, допустим, к энцефалограмме и изучить паттерны энцефалограммы, которые станут диагностическими какими-то пулами для заболевания. А лечебными как? То есть, мы должны будем, если мы знаем паттерн здорового мозга, мы должны будем перевести вот этот паттерн из состояния с повышенным давлением в состояние с нормальным давлением. И таким образом давление станет нормальным. Правильно? Мы научим человека управлять этим состоянием. Это та же самая биологическая обратная связь. То есть, мы ему демонстрируем этот паттерн у тебя. Это давление 120 на 8, а это 140. Пожалуйста, сделай так. И он сделает. Мне кажется, это совершенно практично. Давайте я отвечу. Дело в том, что вот смотрите, представьте себе, что у вас есть полный механизм, почему давление повышается. Полный механизм. Действительно, там нужно найти такую реперную точку, такую точку в этом механизме, которую, если подвинуть, например, эта точка, допустим, тонус сосудов. Вот вы снизите тонус, увеличите тонус сосудов, повысится давление. Снизите тонус сосудов, уменьшится давление. Если вы ее возьмете для обратной связи, нет вопросов. Но если вы берете чрезвычайно косвенный показатель, какое имеет отношение энцефалограмма к сужению, расширению сосудов. Ну, 10-е, не 16-е. Вот. Понятно, что в организме все связано. Понятно, что, возможно, мы найдем отголосок повышенного давления, но это отголосок не механизма повышения давления, а вторичных следствий, головной боли, там еще чего-нибудь. И что же мы будем регулировать тогда вот эту энцефалограмму, которая, она не имеет отношения непосредственно к механизму. Вот. Поэтому вообще вот эти вот биологическая технология, биологическая обратная связь, нужно очень аккуратно подходить. То есть надо, чтобы она была именно очень сильно внедрена в механизм того, что мы регулируем. Иначе все становится косвенным, а в каком-то каком-то месте, но это не в вашем случае, поскольку вы медик, вы это все знаете, а в неумелых руках он может оказаться даже вредным. Ну, условно говоря, нам нужно повышенный альфарит. Давайте держать альфарит повышенным. Вот вам на экране этот повышенный альфарит, держите его как можно выше. Мне кажется, это просто вредно, потому что это противоестественно для организма. Представляете, альфарит, он связан с какими-то процессами внутримозговыми, в норме, тут мы должны все перекорежить в мозгу ради того, чтобы альфарит был постоянный. Что-то это не то, мне кажется. Вот, поэтому здесь нужно очень, я не хотел бы что-то тут критиковать глобально, потому что это отдельный должен быть разговор, но здесь нужно быть очень аккуратным. Александр Яковлевич, хотите какие-нибудь замечания по дискуссии заключительные, сказать ваши ощущения от доклада, дискуссии, что важно сказать? Ну, мне кажется, что в принципе нужно, возможно, с участием философского сообщества, может быть и медицинского, но вообще-то говоря, в общем, научного сообщества, нужно как-то все-таки подойти, видите, я как-то вот не знаю хода для теоретического, и теоретического, и практического, для расшифровки кодов, но, может быть, этот ход есть. Может быть, имея современные, может быть, будущие технологии, распределенной установки датчиков по всему мозгу, это возможно. Можно поймать принципы сетевого взаимодействия нейронных сетей. Это очень тяжело. У меня сейчас идея разобраться, как в содержании рекуррентной обычной сети, формальных нейронов. Оказалось, что логических ходов, исследовательских ходов очень мало. Вот вам пять слоев рекуррентной сети, а попробуйте разобраться, что в четвертом слое. Очень тяжело. Нет хороших ходов даже. Вот. А тут вам такая мощная сеть, которая еще модифицируется по неизвестным правилам. А та сеть, фактически, мы ее задаем. Основные установки в формальной сети, мы их задаем. Мы можем манипулировать ими, и все равно это сложно. Сетевая структура очень сложная, но могут найтись общие какие-то тенденции, и закономерности, где мы можем догадаться о ключевых закономерностях. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо.